запись пошла аристрим идет тем кто смотрит записи это 11 часть x-com и не мудрый максимальный уровень сложности ironman и 20 так так их розеток одна галка у нас вы не поверите новая команда это слушайте это что за миссия это и на ложка мелкая до 1 до этой ложка 1 из 2 миссии мы прошли нам там немножко не повезло дали штурмовика с точностью 80 воспитали одного хэвика воля 63 72 есть первый снайпер 79 воли 59 топичи и на эту миссию мы взяли двух перспективных леймингов лучших из тех что остались 3770 воли у этого 3965 в надежде что кто-то из них станет либо хэвиком либо снайпером вторым есть там саппорт и штурм на базе но как раз учитывая то что эта миссия не должна быть сверх сложный мы с вами взяли леймингов ох вниз дофига идти прямо идти естественно не хочу наверное буду двигаться по левой части потому что во первых хотя надо прислушаться может быть и не стоит по левой части хреново двигаться знаете почему потому что я скоро дойду до нло паки могут быть справа и скорее всего они справа потому что там больше места поэтому ориентировочно поворачиваем камеру он туда и потихонечку бежим прислушиваемся два пака сектоидов хэвик на страховочку есть майкер здравствуй не смотрелся и начал играть сам на харде с двумя галками с двумя проходили без двух галок понимаешь был там на 18 19 элемент майкер не смог еще вначале но это проблема твоя что майкер то тащит дело в руках зря ты так с ним я тебе это еще припомню ну бас майкеров расход вот так вот я вот за своих пацанов отвечаю но не всегда получается слева значит сектоиды в тарелке либо слева от тарелки плохо но я туда уже не пойду а почему а потому что не добегу до full каура и я лучше на второй пак пока похочусь не факт конечно что он будет близко но по крайней мере я отойду от левого пока значит двум леммингом по одному келсу все остальное стараемся отдавать снайпу окажется справа второй пак да ну по звуку было вроде как ну по звуку в наушниках было они по направлению то есть это может быть и и неверно да тут машина соответственно тоже мало не слева опять звук были неужели там два пока капец ладно не будем тогда испытывать судьбу и искать возможно того чего нет опасно сейчас подхожу уже мог кого-то обнаружить ох снайпер конечно без общего вида вообще никуда ни туда ни сюда так слушать того же тогда я безопаснее конечно пройти влево потому что тут full каворы и отсюда я смогу раз два три 4 5 двигаться защищенным а тут по центру видите сколько да давайте я не буду рисковать лучше потратить два хода на обход чем потом себя корить за то что поторопился у меня есть очень косой скаут я назвал мишкер и я беру его на миссию он гребает потом сидит больничка вот такая судьба так сектоиды прямо они кажется все таки в тарелке бегают не самый лучший вариант ладно давайте тогда двигаемся прямо 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 full cover 1 full cover попова 2 подводим к лемминга подводим снайпером стараемся находиться на одной линии стараемся пока не обнаружили противников всеми делать овервотч пытаемся базовые правила соблюдать тоже с укрытиями такая беда что-то есть пытаться перебежать в эту штуку где слева ясно что то есть близко пацаны близко уже так full cover 1 full cover 2 надо было сюда его переводить хэвика пока на пол снайпера пока что сюда там паки 2 2 сектоида в паке простой пак оно доставит проблем особенно неопытным пацанам могут здесь полу укрытия капец ладно я лучше сразу снайпера под full cover с пистолета овервотч даже если попадет реально это один хит крита то нет ох они как шустро бегают то вы видите сейчас выйдут они сами на меня они тут вот вот по этой кромочке бегут то есть они не успели бы просто за один ход так далеко бежать поэтому эти пацаны остаются на месте тут до тарелки еще есть запас я к мэлду подхожу овервотч 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 мне особо и подойти сло ну то есть можно сюда сюда там только машина по центру ладно пробуем пулить пробуем но не получается ладно 2-2 сделаем тогда куда я снайпер то веду я думал это лимминг плохая позиция сейчас да справа 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 но они сейчас выбегут сами там конец карты вопрос только как их встречу конец карты так окей снайп тогда занимает эту позицию вот так вот пока что надо будет подвести слева лимминга поближе потому что он уже откололся немножко от коллектива хотя можно на него пулить ладно пробуем найти их да далековато хэвик не достанет в любом случае аааа фулл кауэр фулл кауэр снайпер сразу пасует ничего он сделать не может надо подходить им тоже ханкерить. А вот этими пацанами реально нужно с одной стороны подходить, с другой стороны не по лицам. И сочетание подходить и не по лицам, оно... сложно реализуемо. И танцевать вообще, к сожалению, нужно от... О, тут полуукрытие всего лишь. Фигово! Ладно, ты-то точно ханкер получается, да? А вот этого лейминга я бы как-то обвел. Здесь могут увидеть. Здесь точно увидят, ханкера не будет. Дальше обходи безопасно. Ну дальше, да, конец карты и все ок. Может два хода? Но здесь точно не увидите. Побежали, в общем. Это должен во фланг выходить. Хэвик должен подходить, потому что... Страховочная ракета должна работать. Смотрим, кто из них как настроен. А, левый центральный, да? Нет, пока не баф. Нет никакого. Просто подходит. И еще один пак. Офигеть. Тут и плохо. Ну, с одной стороны, хорошо под ракету, но я же хотел вообще по-другому. Вижу четверых. Вижу четверых. Они все стоят на овервоче. Хэвик. Как, в общем? Вообще никак. Надо их подпускать ближе. Один причем обходит уже сзади, сбоку, с фланга. Так, что-то пошло уже не так. Ладно, ты, значит, пробуешь флангануть. Тебя не увидят сейчас пока еще. И ты... А как ты будешь действовать? Ты должен еще фланговать. А дальше подходить уже рискованно. Да и на следующий ход ты на самом деле особо не сможешь подойти под нормальные укрытия. Ты должен до сюда добежать. Хоть подходи на без укрытия. Но могут услышать. Могут услышать. И пострелять могут. Думай, 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 думай. Отложи. Подбегать не вариант. Нужно реально на лейминга стягивать. 25, 45, 45, 51. Этого не успеют обойти. То есть ты ханкиришь. Снайпер переключается на винтовку... Овер или ханкер? Овер или ханкер? И вот точность... Просто если будет овер, высокая вероятность, что просто будут обходить и стрелять по снайпу. Поэтому ханкер раз. Ханкер два. Вот это самое сложное. С одной стороны, человек очень хорошо может зайти. Потому что ориентировочно вот этот вот и этот вот начну сейчас бафать. И можно сделать клевый килл. Но! Блин! Меня могут увидеть. Ладно, попробую вот так вот. Рискую. Он не видит, это уже хорошо. Хэвик подходить не будет. И... Оверуоч ему тоже не поможет ханкер. С богом. Ждем бафов. Два бафа, двое подходят. Ориентировочно так. Да, пошел первый. Опа! Кажись, услышал. Что он делает? На оверу встал. Да, дальний того, кто за камнем. Этот стреляет. Да, стреляет. Не попадет, скорее всего. Окей. Значит, овервочи у нас на этот раз нет. Этого в теории я могу уже флангануть леммингом. Подойдя вот так вот. Вопрос увижу или не увижу. Скорее всего, увижу. И надо пробовать. Ну, есть. Первый фланг, 70%. Нет, это не тот фланг, что мы ищем. До того я не добежал. Не увидел его. Так, хэвик, что может? Хэвик его только и может. Оверов нет. Так, а что насчет двух гренок в дальних? Или гренку в... Нет, это все аркады, это все риск. Так, значит, допустим. Допустим, ты стреляешь. Ты лемминг, ты можешь рискнуть здоровьем. Если крит пропрет, то можешь даже этого убить. Тебе киллс нужен. Окей, допустим. Хэвик, что может? Он может тупо подойти. Для того, чтобы в следующий ход он с ракетой... С ракетой гасил большее количество народу. Причем подходить он, скорее всего, должен вот так. Овервотчу нет. Подходим спокойно. Видит того же самого одного, но вероятность попадания... До безобразия низкая. Но есть еще одна пара. Ой, какая пара? Я же убью только одного максимума. Что я могу? Я могу снайпера еще подвести. Снайпером хочу на будущую гренку. Или на... Давай подходим так. Никого не видят. Вот этого флангануть можно тоже. Но это полуукрытие, понимаете? Но если я... А тогда его сбоку обойдут. Стреляем или не стреляем? Или еще хоть ждем? Достреляем. Да не, не стреляем. Страховка-то есть какая-то? Гренку докинешь до сюда, если что? О, докинешь. Ай, тебе тоже нужен киллс. Ну окей тогда, ребят. Работаем. Турк стреляет. Попадает. Три хита снимает. Ну я предлагаю вебом добить. Ему киллс в любом случае нужен. Но он будет в таком случае... Да все рискуют. Поехали. Веб убивает. Нужному килл. Это раз. Хэвик что может? Он может и должен, наверное, овервочность. Потому что этот товарищ может выбежать либо вперед, либо попытаться убежать. И теоретически он может попасть в вижн. Ну потому что его отсюда флангуют. Не видят, но он как бы может догадываться. Ближе я все равно не подойду. Давай овервоч. А вот со снайпером посложнее будет. Не, давай овервоч. Не будем аркадить. Уж лучше леммингов подставить, чем снайпером рисковать. Этот щебечет. Этот заливает. Дальнего причем. В общем-то правильно. И тут должен менять позицию еще как-то. Этот вступает, не будет стрелять. То есть действует один. Вероятность 35 максимум. По леммингу. Выстояли. Хорошо. Сейчас смотрите какая тема. Я могу в теории, ничего не могу. Вообще ничего не могу. То есть я бы мог леммингом этого обойти, но это чистое поле и как бы лезть туда вообще не очень. Я могу подвести хэвика направо. Скажем вот так вот еще. Поханкерить, подождать, когда они там определятся. Этими товарищами, конечно, хочется еще более острый угол взять, чтобы иметь возможность обойти к этому. Кстати, это вполне реально. Вот сюда вот, скажем, смотрите. Он меня не заметит, но никак. Единственное, что может сработать Overwatch у того. Но тот, кажется, в низине. То есть он меня просто не увидит. Я проверю леммингом. Если хорошо все будет, попробую довести еще туда снайпа. Да? Ну да, сюда, потому что здесь подъем будет. И я смогу грянку каким-то сбогом. Да, Overwatch не срабатывает. Я, правда, теряю вижен, но зато получаю возможность... Нет, сюда нельзя снайпером идти. Это очень жаль. Нет нормальных укрытий. Только совсем далеко. А тарелка... Ой, как тарелка близко-то, а? Я уже мог спулить этого. Сюда рискован он. Зайдет и меня прострелит. Этого-то, по крайней мере, он не видит. Из-за разницы в уровнях. Просто снайпер пасует. А мне его нужно качать. Но рисковать снайпером ради дополнительного килла двух... Так не хочется, вы знаете. Отсюда его фланганут. Можно попробовать... Ну, я могу спулить уже сразу. Нет, к сожалению, вынужден констатировать тот факт, что снайпер не алло. Поставлю его на овервотч. Здесь по ханкерю. Здесь по ханкерю. Но снайпера не видит, его можно на овер поставить. Поехали, бафы. Но другого, кажется, не того, кто за углом стоит. Этот дальний подход... А, этого бафают. Да ладно, ты не видишь никого. Два хода прошел. Отлично. Я его могу в теории убить двумя огренками. Также я могу подойти к этому. Но, помним, что там их трое. Значит, есть овервотч. Могу флангануть его. Заодно овервотч проверим. Это не будет, кстати, фланг. И так не будет фланг. Вот гады, а. Что прикажете делать? Можно подойти к этому, пострелять леммингом. Тем более, что турку нужен ход. Но, понимаете, там третий. Он и на овервотч стрельнет. И в следующий ход меня просто без укрытия с критом убьет. Мне хотелось бы увидеть, где находится третий. Но, к сожалению... К сожалению. Я этого сделать не могу. Если только этим леммингом. Но этим леммингом надо подойти так, чтобы этого критовать. А это нереально. То есть отсюда же я не буду критовать. Я нахожусь на одной линии с ним. Если я до сюда добегал, то ок. Хотя здесь угол будет такой дикий. И овервотч, кстати, не сработает. Давайте проверим. Не вижу третьего. Вот гадство. Поэтому 78. Аркадам! А если по дальнему полуукрытие 45. Я мог бы снять у него укрытие снайпом. Да, так и сделаем. Только снайперу надо опять, блин, подвести каким-то образом, чтобы... Черт побери! И так поставишь, могут флангануть. И так поставишь, могут флангануть. Баффер рокетом. Я не достреливаю вроде. Да, баффером. Достреливаю. Великолепная подсказка. То есть это как раз у нас страховочка. Страховочка на какой случай? А, ну все. Я подхожу снайпером, получается, вот так вот. А, вон, вижу второго. Третьего, то есть. Не достаю гренку, увы. А эта скотина меня на лавере убьет. В то есть, в смысле, на следующем ходу убьет. Че делать? Я думаю, валить. Не рисковать. Кинуть рокет, прокачать хэвика. Этими пацанами вернуться на исходную. И не выпендриваться. Потому что... ГГ. Попов. Минус два. Повышение, тем не менее, он не получил. Ну а что здесь? Остаемся или не остаемся? Оставаться опасно, могут обойти. Безопаснее, конечно, взять и спрыгнуть вот сюда же, например. Или сюда же. Теперь осталось... О, я могу марш-бросок леммингом вот сюда вот сделать. Раз, и туда два. Или просто на один ход сейчас пока уйти. Меня все равно не видят. Снайпера что? Возвращаем. По тому же самому маршруту он не должен меня увидеть, с богом. Да. Ну и теперь вопрос к леммингу. Будет ли он... Да он должен фланговать, ему киллс нужен, понимаете? Но должен это делать аккуратно. Раз. И проходить только на следующий ход. С богом. Он может подойти, он подойдет. 35% идет. Увервоча у меня нет. Нижнего не должен видеть вроде. Сваливай, сваливай. Не стреляй. Стреляет по снайперу. Господи, 35%. Нет. Под огнем. Хорошо. Под огнем это терпимо. Увервоча, соответственно, нет. Мы его флангуем отсюда. Хорошо. Проверю на всякий случай. Достану. Никак вообще не достану леммингом этим. Не вижу я его. Хэвик видит? Может, кстати, Хэвик увидеть. Проверяем. Не видит. Плохо. Так, у снайпера точность под огнем. На подавлении хуже целится, если начнет двигаться. Стреляющая попадет в него. 9% меткости. Класс. Ну, я второго лемминга подставляю. Пробую убить этого упыря. Вероятность очень хорошая. Жалко, крита нет. Есть. Теперь осталось аутсайдера убить леммингом. Четырех мы этих завалили благополучно. Аутсайдера должен убить турк с гранатой. Ну, или с винтовки. Там уж лучше, конечно, с винтовки. Вижу, что тарелка традиционно раздолблена. Надо обойти желательно от дверей. Собираем пацанов. Цель получить среди этих двух леммингов хотя бы тяжи или снайпера. Они все по точности подходят под снайпа, а тяжи любой категории я не откажусь. Поэтому в ущерб даже тому же самому снайперу. Ну, я бы, конечно, снайпером пострелял, если бы у меня была возможность. Но увидели, что ее, к сожалению, не было. Главное, чтобы гренки были под рукой. Но гренки... Три гранаты есть. Так что все ок. О, что там Локи пришел. Рано пока. Локи что-то скинул ссылочку. Ох, он смотрит уже на резиновом сайте новом. Вот подлец! Там, где по умолчанию театральный, там, где чатик огромный, сворачивается. Нет! Ой, я сейчас сам зайду. Я же могу на Bad Good Games зайти. Пацаны, я сейчас тоже зайду. Продемонстрирую. Это же круто. Секунду. Так. Bad. Может, он, правда, на локальной своей машине. Ну, вроде Bad. Так, какой пароль? Bad User. Пароль. Король, да? Не, ну это стоит видеть, пацаны. Помби поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, дай бету. Грумпы. Какой бета? Что-то у меня не работает. Что-то у меня не работает. Э, работает! Заговорил. Ладно, не буду я вам показывать. Смотрите на скриншот. У меня что-то не загружаются в стиле. Возвращаемся. Какую бету, в общем? А, бету сайта Фомби хочет. Это Клоки, Клоки. Там безумный дизайнер работает. Правда, он обещал новости позавчера. Потом обещал вчера и так и не прислал. Вот. Два верстальщика работают. Все вроде работают, а беты нет. Открытый. Подходим. И убиваем. Турком. Обязательно турком. С пулями, челоками, без гранатами. Хотя это вообще не принципиально, на мой взгляд. Уже. В этот ход откроем. Точнее, не откроем, просто забежим. Левым товарищем. Вот этим вот вебом. Оп. Куда бы он ни убежал, он гранат не уйдет. Там главное выцелить так, чтобы сильно не подэмэджить. Ой, хорош! Попробуем с винтовочки добить. Чтобы больше осталось сплавов. Ну, Гренка и... Чтобы укрытие снять и фланг этот. Так, Вайт. Слушайте, Вайт у нас кидает Гренку раз. Турком сначала подбегу, посмотрю, насколько вероятно с винтовочки. Если там 90+, то стреляем. 88. Это не 90+. Не буду рисковать. Мне этот киллз очень нужен. Два звания получили. Едем дальше. Это простенькая миссия. Третья по счету. Штурмовик и саппорт. Они издеваются. Остается только надеяться, что в дальнейшем вы добудете больше состава. Плохо пока все. Правда, и Лериума дофига. 50, несмотря на то, что... Повезло с Лериумом. С деньгами. Сейчас надо Леммингов брать, ребят. Новых. Да потому что нет уже толковых там, насколько я помню. Одни... Смотрите. Три штурмовика и два сапа. Капец. Беру шесть новых рекрутов за соточку. Сегодня утром прибыли новые инженеры. Девять инжей. Мы от помощи не откажемся. Копаем. Лабу может сделать. Капец. Деньги-то есть. Изоляторы сделай. Какое смысл если допросы не быстро? Ладно, ждем Леммингов. Выбираем. Надеюсь, толковых. 80... 55,80. Перец. Топич просто. 55,80. 51,75. 57,80. Там кто-то сказал, заказал Леммингов. Ни одного 80 не было. 57,80. Капец. Вот мне бы сразу таких бойцов. Перец, да, перец. Ну и все, в общем-то. Но вот как бы три топича. Круто, круто. Как бы их прокачать-то по-быстрому. Ой, помолчи. Копаем понемножку на первом этаже. Ну, сделаем мастерскую. Да зачем сейчас мастерскую делать? Ты можешь два спутника на Южную Америку поставить. Спасибо, да, за подсказку. Про инфляцию расскажите, кто-нибудь человек. Я уже устал. Выемка грунта завершена. Так. Миссия, миссия. Так, скоупы сделали. И дальше идем в армор. Ну, медленно сейчас. Все очень медленно, потому что ученых мало. Где миссия-то вторая? А вот она. Бабло, пять ученых. И летяж, сержант! Надо брать! Блин, я понимаю, что там Новгород, Россия, Великий Новгород. Но, во-первых, сержант это сразу офицеры. Ну, то есть, то, что мне нужно. И мне тяж нужен второй. Короче, в Бразилию летим. Инфосоточка. Но надо выдержать как-то. Наверное, не стоит сейчас леммингов вообще брать. Или одного взять. Так, берем. Сейчас посмотрим. Ну, 55-80. Она 57-80. Надо взять. Я попал. Так, есть очень точный штурм. О, гринни же точные сверх. 84. Вот кто. Сап, тяж, снайпер и лемминг. Норм. Скоуп надо снайперу дать. Может, не только снайпера. Так. Цель беру. Пока одну. Медкомплект беру. Гранаты оставляю. Слишком рано. Там всего одна ракета, поэтому... Тяж, сержант, сразу же. Это школа офицеров. Строим. Через две недели счастье. Так, снайпер берет скоуп. Сап берет хил. Хотя, может, сапу тоже скоуп дать будет. Стрелять 94. Ну, а как мне хил сейчас поможет? Стабилизировать. Три-четыре хита у людей. У тебя, сержант, и так будет, скорее всего, после этой миссии, ученый профитник. Как сержант, если у меня все... Все с первым званием. Все рядовые. Это как нужно... Как ты посчитал? Хэвик, да, получит одно звание. Но это будет капрал. А для сержанта ему еще пару миссий нужно пилить. Короче, брать аптечку или не брать? Брать или не брать? Тингменов нет. Нет, давай скоуп возьмем. Скоуп еще один лучше. Блин, главное эту миссию не зафейлить. Пройти чистенько. Новичка топового прокачать. Если еще снайпера дадут, вообще будет классно. Беру скоуп. И в результате... Две гранаты, рокет и два... Достаточно... Убери прицелу снайпера, пока нет общего вида, качаться гранатой легче. Ну вот фиг знает. Я его не хочу, в принципе, подводить на расстояние гранаты. Он скорее будет отстреливать с овервотча или просто стрелять. Короче, главное не отдаться сейчас. Четыре пака. Четыре пака. Четыре пака. Четыре пака. По три человека. Ну это в повторении первой миссии... Ой, в смысле второй миссии. Там мы вообще четырьмя леймингами справились без ракет. Но там была карта... Готовимся к высадке штрафа. Поехали. Бразильские власти просят оплаши. Блин... Это капец, а не карта. Я ее ненавижу. Да. Штаба трети рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на выброску десанта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Тут реально гренки бы решали больше. Даже с гренками тут сложно. Потому что они часто не достреливают. Капец. Ну что, выбора особо нет. Надо идти к этому... Блин. Так, их будет очень много. Их будет очень много. И пул будет сразу двух-трех паков. Может быть имеет смысл... Одного влево увести. И спулить отсюда. Но я тут тоже проходил. То есть тут даже четыре пака можно спулить. А так ты хотя бы можешь... Поехали. С Богом. Капец. Это не знаю, хэвика сразу с этого угла, наверное, лучше подводить. Чем тянуть и подводить с этого. Потому что, может, времени не хватит. Жесть. Они карты, конечно. Не люблю. Ясно. Не люблю. У меня две гранаты. Да, их там до хрена. Просто до хрена. Так, двое в дальней части. Или даже трое там располагаются. Ну да, здесь сразу будет. Это что за звук? Этоном. О, там melt есть. Он может выступать в роли полоукрытия. Короче, я пулить буду хэвиком с угла. Пацанов завожу под возможный фланг. Снайпер вообще куда поставить не ясно. Вот абсолютно ни к силу, ни к городу. Только если пистоли может пострелять, да на овервочи попринимать. Ставлю-ка я его на этом укрытии. Так он хоть может обходящих принимать. Тут очень много отвезений сейчас будет зависеть. Сколько мы с пулим, как они встанут. А, не, погодите. Снайперу лучше сюда подвезти. Да, там есть место для третьего. Даже пистоль может быть полезнее, чем вот то, что я... Так, пулим, значит, хэвиком. Хэвик, ханкер. С богом. Первая троица. О, этот флангуется. А тот, те под гранаты. Неплохо, кстати. Тратим сразу первую гренку. Вот сюда вот закинуть ее. Но если я сейчас фланганую, я могу еще пак спулить. Но я должен сейчас действовать активно, просто потому, что... Значит, могу пак спулить, на самом деле, пробегая дальше. Так, давай просчитаем тогда вероятность, последовательность, что нужно делать, когда спулишь пак. Молиться. Просто молиться. Может, машину вообще поджечь тогда и этого убить. Следующий ход все равно постреляет. Слушай, а ты гренкой... Сейчас скоупы. Ты такой вообще не очень. Хэвик, естественно, гренку не докидывает. Если я пулю пак, они разбегаются, меня флангуют. Этим я должен наступать назад. Успею это сделать, но без ханкера. Ну, это тоже, соответственно, назад. И снайпер тоже назад. Но места вроде хватает. Единственный момент, который меня беспокоит, то, что я сейчас человеком с гранатой не должен подходить. Я должен подходить леммингом. Ой, ну, или саппортом. Саппорт лемминг. Сверхточный. Потому что, во-первых, надо сначала узнать, пул там или не пул. И после этого принимать решение о... Так, а хэвик у нас с какой точностью вообще? 72, хорошо. То есть этот пак мы, в принципе, принимаем за ход, если никаких дополнительных хрений не будет. Дым может пригодиться. Может, снайпером тогда спулить? Снайпер, конечно, полезный у меня. Да, глянь, там рейндж может достать до двух. Да там не в рейнджа дело, мне нужно на клетку отходить сюда. Потому что он упирается на... А, нет, ты прав. Слушай, даже до трех достаем. Ты абсолютно прав. Взрываем кабину. А может, тогда я просто отойду от фулл кавер? Три клетки. Нет, до дальних тогда не достану. Потому что достану, здесь просто угол не тот. А, достану, мне же вот так вот нужно. Запас там в две клетки минимум есть. А если не достанешь? Хреново будет, Миш. Очень хреново. Просто я хочу отойти, потому что после гренки, если я каким-то макаром этого не убью, и он просто забьет на горящую машину, и начнет тупо по мне стрелять, это будет фланг АГГ. А если... Да я докину отсюда гренку, верь. Давай, 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 тяни, тяни, тяни. Есть. Точно все попали. Раз. По своим, конечно, мёд, он наш. Это минус укрытие и 9 хитов. Может, у вас получится захватить эти контейнеры? Так. Хэвик может 32, 72, 72. Есть ещё выстрел из пистолета у снайпер, но это полуукрытие, и... Ну, мне нужно это делать. Можно, конечно, подставить... А давай снайперы реально подставим. Он не спулит никого, скорее всего. Так, это минус 2 с высокой вероятностью. Дым можно кинуть. Вместо того, чтобы третьего пытаться убивать. Так, что делает снайпер? 49, 89. 89. У Хэвика одна и та же вероятность по двум. Я забыл этот момент. Снайпа надо было ставить сюда. Забыл я этот момент. Стыдно, стыдно. Так, ещё не поздно убрать снайпа. Думай. Так-то гарантированно 1 киллс. Скорее всего, даже 2 киллс гарантированный, потому что этот, скорее всего, будет стрелять. Стрелять он будет по полуукрытию, но дымом сделаем это как фулл кавер. Вероятность будет 35%. Один точно уйдёт, будет бафать. Будет всего один выстрел. Что мне лучше, рисковать на 35 или оставлять всех их в живых? Не всех. Если ты снайпером отойдёшь, то Хэвик выстрелит с вероятностью 62. Но тогда из-за дыма ты... Ну это не гарантированный киллс. Уберёшь снайпа, отъедет Хэвик. Как он отъедет, если он за фулл кавер под дымом? Хэвик тут не отъезжает никак. Тяжем пробеги, кинь дым в них. Каким тяжем? Что, 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 что за чушь? Что-то я зря в чат смотрю. Итак, здесь мы отходим вот так в любом случае. Выцеливаемся дымом. Сможем ли накрыть? Да, наверное, я всё-таки... Потому что ещё, смотрите, я эту точку дымом не накрываю. Я лучше накрою вот так вот. Снайпа увожу, по добру, по здорову. Хэвик стреляет там в одного из двух, 72. Мажет. Закидываю дым. Все за фулл кавер, смотрим, как... Ну, машина ещё взорваться будет. Если этот не уйдёт от машины, то... Будет киллз. Смотрим. У них укрытия нет, они разбегаться должны сейчас с разной стороны. Баф пошёл. Кого? Дальнего? А что дальний сделать, может? Этот отходит. Но не фланг. Повервощ. Ну, это ладно. Да, умный секторит. Вероятность хорошая у него, по-ближнему. Этот комплект у меня нет, я теряю бойца. Леммингом, но жалко. Убить дальнего, в теории, я могу снайпером. Могу хэвиком. Но снайпером нехорошо, потому что я подставлюсь под... Техдвоигрянку надо кидать, но я боюсь спулить. Но, похоже, у меня выбора нормального нет. Да, смотрите, я попробую сначала этого убить вот так вот, с фланга. Ну, не с фланга, а благодаря углу обзора. Восемьдесят девять. Но у него... Восемьдесят девять. Поэтому хэвиком я иду под овервотч. Блин, под овервотч ты бежишь. Пять процентов вероятности, капец. Пятьдесят два. Угол мне не поможет. Пробуем снайперам избавиться от этого. Сорок семь процентов. Ну, восемьдесят семь-то! Что тот-то не попал? Ну... Либо рокет, либо овервотч. Либо рокет, либо овервотч. Без ракеты против тех трех паков будет сложно. Овервотч 50 процентов. Насколько грянку не застреливаешь, сильно не докидываешь в треклетки. Тебя не спасет полукрытием. Тьфу ты, блин, ну как так-то вообще, а? Как этот-то попал? Как я не попал? Ну что это такое, блин? С богом. Мне повезет. Yes. Сейчас, скорее всего, пак с пули, но, по крайней мере, этот пак убью. А вы-то здесь откуда? Вас здесь не было. Ну, Хэйка флангуют. Ну, Хэйка выбора другого нет. Он убивает троих, потому что справа умирает гарантированно другой. Это гуф. Скорее всего, троих хреновый. Чем мне такую карту-то дали, а? Козлы. Да, сейчас двое будут выходить. По флангу Хэйка стреляет 75. Нет, не подошли. Шансы еще есть. Отступаем раз. Уже спалил кого-то, блин. А, они уже здесь. Ок. Подходим. Здесь не палимся, получается, да? Здесь ханкер. Наверное. Надо было снайперу, конечно, гренку давать. Надо запомнить эту тему. Баффера я не обхожу. А вот этого я флангуем. Да у них ховеры. У них обоих ховеры. Ну что, может, Рокет тогда? Рокет, но на двоих. По-дальнему, если только он не за машиной этой стоит, я не достаю. А судя по направлению, он стоит... Где он стоит-то? Он стоит точно дальше. Но он может по флангу стоять. Ну, то есть я могу... Вообще, мне нужно переждать. Хотя бы потому, что сейчас могут пацаны по морали просесть. И нужно этот момент проконтролировать. Ну, чтобы они были не... Надо было брать на миссию не Лемминга, а кому-то типа... Так, никто не паникует. Хорошо. Я вижу, что они опять на Овервотчу, гады. Пока я сделать ничего не могу. Разминивать один Рокет. Ну, я сюда подойду, сразу спалюсь. Там полуукрытие, перестрелка вместе со снайпером. Это вообще... Что могу снайпера заранее поставить в ханкер? А ну, тогда мне начнут оббегать справа. Пока на моей стороне есть хоть какой-то... Элемент неожиданности. Они между одной и той же... Нет, стреляет один. Машина взорвется скоро. Так, этого мы флангуем, но это на Овервотчем. Но хочется, конечно, сюда добежать. А у Овервотча одна клетка не сработает. Нормально. Видим троих. Тот за фулл кавер. Обойти полностью с фланга не сможет. А, тут фланга какого нет. Но 88% в точности. Перестреливаться или нет? Хэвик точно уходит. Отсюда. Что на смежной клетке у горящей машины стоит. Но меня уже спалили. То есть я могу в этот ход бить одного. Подставлюсь по углу под второго. Подставлюсь причем серьезно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хотя не очень серьезно. Да, надо. Отсюда или оттуда. А не важно. Снайпер подходит, видит одного. Как бы это не бафнутый был. Бафнутый, капец. Так. Ну, Хэвика я, получается, по-любому увожу. Я, конечно, могу его на крышу. Но это неправильная тема. Полуукрытие фланга мне не даст. И, возможно, с пулей еще один пак. Короче, чуть назад. Стреляю. Нет, надо здесь стрелять. Да не убью я. Без крита. Я и с критом-то не убью. Нельзя рисковать. Надо под фулкавер отбегать. Какак! А, из-за снайпера, скорее всего, из-за того, что он клетку оббегал, попал. Потому что надо новый трай начинать. Эти пацаны уже все. О, тут еще полуукрытие оказывается. Не помнил я этот момент. Ну, все еще стреляют по Хэвику. С вероятностью 50+. 50+. И за полуукрытие. Козлы. Горе. Не будем время терять. Там еще два пока. Трай был не самый удачный, конечно, но... Сейчас, после этой миссии, если бы не дали этажа, было бы очень хорошо. А так, три штурмовика, два саппорта. Блин, вот как все-таки с миссиями. Следующая операция пройдет в Японии. Почему в Рокет не мог кинуть? Мог. Но я задел бы только двоих. А потом я отдался бы, скорее всего, на семерых оставшихся. 60, 65, 65. Сливаем. Блин, ну так обидно, а? Там реально были перспективы на этой теме. Конечно, ученых мало. Конечно, исследования медленны. Конечно, бойцы... Только два нормальных. И то снайпер без общего вида. Надо к этой миссии снайпера, наверное, качать. Забивать на все и качать снайпера. Да понятно, что снайпер здесь с гренкой был бы полезен. Это вопрос, опять же, карты. Ты не угадаешь. На некоторых картах, как бы, ты ставишь нормального человека за фулкавер овервотч, и с точностью у него было 78, кажется. Нет, больше у него было. Ты просто отстреливаешь. И убиваешь, наносишь роны больше, чем одной гранатой. Вот. Но когда вот такие миссии, где у тебя только один автобус, и ты шаг влево, шаг вправо, уже все. 60, 65, 65, калекин. Не угадаешь. Понимаете, пока не полетишь, не узнаешь. Нет, сайту домен зарегистрирован, конечно, раньше, но мы его выкупили, когда сайт делали. У нас было два названия. Top Players и... Ну, собственно, Good Game второе. Первое было свободно в разных вариантах, но Good Game, конечно, гораздо более удачный. 60, 60, 55. Так. Быстров нет, недавно начали. Мы успели фактически только одну миссию пройти и всем. Прошли хорошо, без ранений, но потом следующая миссия и не справился. Следующая операция пройдет... Штурм один... 70, 80, 55, 65. Нет гарантии, что этот... Будет снайпером, он не будет снайпером. Ну, то есть, равный шанс. Поэтому лучше... Все-таки, чтобы все были хотя бы там 65+, чем два калеки, ты проходишь миссию и получаешь снайпа с точностью 65. Австралия отправила уже... Дайте мне хорошего... 75, 60, 75, 60. Будьте осторожны. 5, 25. Половина коллег. На два неплохих. Давайте я... Еще попыток 5 и вернусь к этому трое. Всегда после... Во-первых, каждый новый трой, но если первую, там, вторую, третью миссию проходишь, то уже все. Ты втягиваешься, привыкаешь более-менее к команде и потеря состава по тем или иным причинам, конечно, носят удар. Но прошлый был такой. Он все равно это, там, четвертая миссия фактически. Это несерьезно. Летим в Китай, там сейчас неспокойно. 60, 65, 60. Стройка не самый дешний трой. Тут я на нее очень мало играл, на самом деле. Ну, там вроде есть... Ну, там хорошо грен как раз закидывается вниз. Значительная часть паков, как правило, находится... Ну, пара паков, как правило, находится вот в этом котловане, который вырот. И там как раз они бафают друг друга, ракетами не закинуть, не постреляют. Они тоже не могут пострелять, но ты гренками туда можешь позакидывать. 65, чушь, 70, так, 80 и 70. Все, играем. Один только кривой, остальные выше среднего. Итак, Михаил, соберись, чаек, не торопись. Это тоже карта не очень простая, на мой взгляд. 57, 75. Джонс, красавчик. Этого сливаем. Грант. На дне будет четвертым грант. Ну, несколько ниже среднего. Это по морали Куджита, но зато 70. Куджита. Ну и топич, собственно, здравствуйте. Мораль 25, самая низкая. Олаф. Ларсен. Ларсен. То есть у него воля самая маленькая, а меткость самая большая. Ничего, воспитаем. Поехали. Здесь есть крыша, в общем-то. На нее можно забраться. Но, учитывая, что карта большая, а пока всего 3, тут даже внутри здания можно хорошо повоевать. Поехали. Главное, опять же, чтобы снайпер был не 65. Вот это будет такой провал. Пусть снайпер будет 80. Мне пофиг на его волю 25. Он ранения получать не будет. А если кого-то убьют, то... То он делов не натворит, он, скорее всего. Ну, не побежит никуда. Я надеюсь. Кстати, я не прислушался к направлению. С левым. О, реально? Подходим раз. Да, давай, подходи дальше на линию даже одну. Да, там уже могут выбегать. Они часто в кафешке находятся. Я хочу просто, как только они выбегут, сразу максимальные овервочи, чтобы были. Они вот здесь часто тусуются как раз. Или здесь. Выходите, выходите. Кажется, мы здесь не одни. Не хотят. Ладно, подходим. Фулл кавер раз. Могу спулить. Еще ходик овервоча. Ну? Нет. За углом бы проверить. Я в пути. Это тоже паки тусуются часто. Они на улице. Надо сейчас перегруппироваться. Ну, или они... Короче, отсюда надо уводить. Или они вот... Нет, они вроде не в этом здании. То есть, я это здание как раз должен использовать, чтобы их фланган... А, вот они. Оверы, пацаны, ну! Есть один хотя бы овер, ну. Это его фланг. Уже неплохо. Ларсон стреляет. Ларсон 80 точно смажет. Согласен. Так, тут под грянку, на самом деле. Но меня больше даль не беспокоит. Ледокол поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, говорят, ты не включил терминатора. Это Тима уже гуф-гуре. Да нет, я просто... Ну, как бы я все равно играю только на стриме. Какая разница? Даже если не включил, я не буду сейвиться и все. Ну, в смысле, релод делать. Тут какие проблемы? От дальнего я случайно не флангую? Слушайте, я его флангую. Вот отсюда вот. Проверим. Рискованно. Ачивку не получишь. Непонятно. Ладно, проверим сейчас дальнего. Не, по дальнему фланга нет, к сожалению. Поэтому надо убивать двух ближних. Так, этого, естественно, уводить. Одного лучше так, а вот второго, как, я не знаю. Можно на три овервотча, на два овервотча поставить. Все равно не обойдет. Не хочется оставлять живых, если честно. Ладно, ты в любом случае стреляешь. Блин. Кого мы там качать должны? Гранты должны? Гранты нет. Фуджиту должны? Мы всех должны, кроме Гранты. Отходим. Гренка. Раз. Ну, риск, как вы понимаете, уже будет. То есть, будет стрельба. Обход это вряд ли. Но стрельба будет. Я могу, конечно, вторую Гренку потратить. Но в любом случае будет стрельба одного на этот ход. Поэтому мне... Мне проще сделать так, чтобы он не фланганул. Может, 50 на 50 попадем? Грант, давай, тебе повезет. Хорош! Плюсик. Каджута и Грант по плюсику. Ну, что будем делать? Стрелять будет. 35%. Ну, хорошо. Я его вроде сейчас смогу обойти с фланга. По крайней мере, вот так вот я... Хотя у меня вижена, может, не быть. Но подойти надо. И под гранату обойти надо. Да-да-да, этот будет Гренку тогда кидать. Убьем укрытием. Не торопись. Так, а ты не видишь, что ли? Видишь, молодец. Кому киллс там? Ну, Ларсену нужен был киллс. Но он уже Гренку, судя по всему, кидает. Не обязательно, между прочим. Кинь Гренку Грантом. Он все равно убивать уже не должен. Да кинешь, убьешь. Если не добьешь, то... Бах! Укрытия нет. Так, Джонс еще без киллов. Джонс сначала подойдет. Стреляет. Ну, в 75, хорошо. Джонсу ставим плюс. Это первый пак. Так, я хочу сейчас сделать следующим образом. Оставлю Гранта внизу, пулить паки внутри. А тремя пацанами поднимусь на крышу. Подняться на крышу, к сожалению, я могу только слева. Хотя допускаю, что... Нет, здесь вроде подъема нет никакого. Короче... Хочу на крышу. Да знаете, что можно? Сначала Грантом мы проверим, нет ли паков поблизости, вот пока он дойдет до этого угла. Если есть, то я смогу их попробовать флангануть этой троицей. Смогу ведь? Ну, попробовать я точно смогу. Получится, не получится, это вопрос уже. Второй. Еще пять человек. Один киллс нужно самому точному Ларсу. Да, вот они... Пробуем. Могут выбежать. Да никого там нет. Поблизости они в соседнем здании. Мне нужно подходить к этому дверному проему, получается. А тем сильно вперед бежать. Ладно, хорошо. Не буду я на крышу лезть. Раз они в здании. Раз. Два. Трис. Не торопимся. Че, пулим? Да, пулим. Два пака, что ли, там было? Я пока один, я вижу. Так, ну я заманиваю их к себе. Просто ухожу. Здесь... Просто ждем пока. И смотрим, кто кого и как. Один внутри, двое снаружи. Пошел баф. Не вижу анимацию. А, вижу. Но как далеко. Это уже сюда подошел. Тот стоит за. Вот крыша бы помогла, конечно. Ну чего, я могу? Я могу этого флангануть. Ну а толку? Ну, следующий ход обойдет. Там Overwatch у одного будет, да? И непонятно, где третий. Не, у этого Overwatch у нет. Так, давайте сначала здесь дверь откроем. Бог с ним. Может третьего увидим. Видим только бафера. Но он за полуукрытием. И в принципе, мы его видим двумя и, возможно, тремя. Отсюда я просто его... Ну, слишком далеко здесь. Неудачно получилось. Ладно, пробуем стрелять по баферу. Fujita стреляет первый, потому что не факт, что убьет. Если попадет, попадает, убивает. Два киллса. Fujita повышение ног. Но по-прежнему непонятно, где находится третий. Плюс еще пак непонятно где. Давайте попробуем подойти этой к углу. Она может увидеть. Да, вот он. Это неплохой расклад. Потому что... Ну как неплохой? Не очень хорош. Он будет стрелять по фулл каверу на следующий ход. Этого обойти может, если останусь на позиции. Буду пытаться его прострелить с 56% вероятностью. Ну я точно подвожу. О, я же отсюда пострелять могу точно. Я даже гренку могу отсюда докинуть. Лайна не будет. Отсюда лайн точно будет. Не, не точно. Откуда-то вероятнее всего с этого угла. Потому что через дверь сплэшем заденешь. Окей. Ларсону нужен киллс. Но он... На этот раз вынужден ради... Ну... Тихо. Не могу закинуть. Не могу. Я его и не вижу, в общем-то. Что печально. Можно этого на овер поставить, конечно. Так, а ты же можешь подойти и гренку кинуть. Что-то я туплю. Да, и тогда мы... А, тогда мы этим... Не факт, что добьем. Короче, ладно, я подхожу вот так вот за фулкауэр. Пытаюсь закинуть гренку. Гренка что-то вообще не работает. Да, ешки-матрешки. Вы достали меня с этими... Потому что справа... Но я вас сниму стенку и убью укрытие. Соответственно, этот должен увидеть. Поэтому давайте как кидается, так и кидаем. Работаем. И будет две попытки очень положительных. Он... Ах, как стул-то выжил! Капец. Ну я, да, этим действительно вижу. Гренкой достану? Достану. Ну тогда не будем выпендриваться. Сейвим гренку. Ларсену. Пытаемся лей... Нет, этому вообще киллсы не нужны. Гренку кидай, не выпендривайся. Так, получает самый точный товарищ киллс необходимый. Ой, какой необходимый киллс? Я же не подемеджил его. Что я несу? Что я делаю? Капец. Сейчас еще... Повезло. Короче, Ларс не получил киллс. Получил киллс лейминг. Он был сначала отстрелять леймингом, потом, блин, кидать гренку. Я тороплюсь. Я почему-то подумал, что первая гренка сняла хп. Был неправ. Сейчас, наверное, на крышу полезу. Да, тем более, они его... Так. Побежали всеми. Побежали всеми. Нужно обязательно киллс Ларсу. Must have просто. То есть, он должен точно убить. Должен точно убить. Потому что сразу наверх там... Не, не надо. Так, можешь подойти. Так, можешь подойти. Что если, не дай бог, мне дадут там тяжи, саппорты и штурмаша, этот лейминг не станет снайпом. Это будет... Самая печальная вообще история. Которую только можно себе после первой миссии вообразить. А, ну, побежали. Задача та же. Грант на себя агрит. Выводит пацанов. Эти двигаются ориентированно по крыше. Грант должен для себя найти такое укрытие, которое разрушить будет сложно. Вижу я два, но мне это не устраивает. Ладно, потихоньку двигаемся. Здесь можно сразу пробегать. Два человека, это же изи. Должно быть. Полуход. 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 Откуда вот им? Может, с угла дома вообще заводить? А где они сейчас? Понятно. Да, надо их вывести так, чтобы они... Короче, чтобы я как бы с фланга с крыши еще был. Чтобы я отсюда спрыгнул и был уже чемпионом. Я вижу, с крыши практически никакого нет. Поэтому особо я не беспокою, что смогу с пулей там кого-то. к углу. Ах, тут подъема не было на крыше. Пока еще не к углу. А, вот уже... Да, на бензоколонке. Бензоколонки взрываются, как мы помним. Я ухожу вот так вот. Чтобы меня не видели, не слышали. А здесь, кстати, сложнее, потому что здесь крышам. И нужно думать уже о том, как... А я могу по крыше вообще потопать? Они же меня не видят, нифига. Услышать могут. И что? Услышать не убьют? Никак. Не убьют. Нет, никто тебя не убьет. Ты неуязвим. Главное точно на крыше, чтобы... чтобы ты мог спрыгнуть в любую часть ее. Главное, чтобы их не настораживал топот по крыше. А я говорю, что ли? А я говорю, очень похоже. Но я выглядываю так трусливо. Ханкер. Рискую. Щебечет. Слышим. Бафы. Где бафы? Подходит уже здесь, в углу. Ой, как близко. Сванга пошел! Да ладно! Нет! Охренеть! Охренеть! Они реально бежали просто на меня. Просто бежали. Это капец. Это капец. 68. 78. под Аркадем. Ларс стреляет последним. Сначала ты. 81. Русская рулетка. Капец. Я уже проиграл. Поэтому же Ларсон. 87. Ну что, стреляем? Или убегаем? Он может испугаться. Попадание поверху это 65%. Здесь попадание 100%. Уходим. Бойся, беги, бойся. Промахивайся, 65! Да иди ты к черту, в общем. Флангуй. Да, надо было фланговать, но я не успевал фланговать на тот ход. Но спасибо за совет. Гоу, рем. Не ожидал, что они рашить пойдут этого товарища. Обычно они так не делают. Попробую сейчас на крышу забраться сразу же. Мне понравилось на крыше. Если серьезно, просто с крыши больше пространства для маневров. Попробую подойти вот куда-то сюда, а потом быстро наверх. Пусть даже с рывком. терминатора проверю. Зачем? Ну, зачем реально? То есть, какая разница? Я же все равно на стриме играю. Не делаю ре. Ну, в смысле, я не загружаюсь. Мы можем спулить пак. Давай проверим. Если не спулим сейчас пак, то спокойно двигаемся в полхода. Тогда же лучше будет. Надежнее просто. Остальную команду не видели, поэтому два в один побежали. Раньше их это не останавливало. То есть, даже в одного они чаще всего бафали и бежали по полхода. Вроде показывает, что на крыше. Я забираюсь, не верю. Правильно делаешь, то не верю. Так, Гранта оставляем опять. Надеюсь, это был не Грант впереди. Ларсен, хорошо. То есть, самые метки у нас идут на крышу. Самый не очень остается внизу и будет привлекать всеобщее внимание. Начнет он с угла этого здания. Кажется, пак сверху. Ну, в смысле, он там показывался. Подходим понемножку. Подходим, подходим, подходим. что, пулим? Не пулится. Звук был отсюда. В любом случае, я не буду пацану верхних светить. Да, вот отсюда щебечет. где. А, прямо. Просто он их из-за вежды не видит. Значит, подходим. Еще ближе. Плохая точка, конечно. не оставляют мне выбора. Работаем. Где они? Похоже, что внутри здания, что ли. Ёпар, СТ. Крыша. Три овервотча. Ларсен, Фюджи, Джонс. Один только попадает. Палево. Они, кстати, под Гренку. Но я, скорее всего, не успеваю. О, не, я докидываю Гренку. Ну, давай тогда Ларсена качнем. Джонс подходит по максимуму. Не так сделаю. Джонс может не докинуть из-за того, что оббегал. А не за какой машиной? За этой или за той? Интересные вопросы вы задаете. Михаил Владимирович. Кажется, за этой все-таки. Поехали. Хоть кого-то задеть, просто убедиться. Что-то я не понял. Гренку кинул, отобразилось три хита, но машина взорвалась. То есть, в теории, они все гуф. Но почему по три хита, как от гранаты? Может, из-за того, что я машину не видел, не видел триггера? Ладно, Фуджи, ты ставим ну, они умерли, судя по визгам. Не та машина же, как не та, если в крики сектоидов труп сектоида написаны. И три хита от трех людей. Или та, ну вот как надо определиться, повар. Не факт. То есть, трупы там просто так лежат, да? Так, все, они умерли. Только один труп. Короче, это опять, блин, баг машины этой классный. Пытаемся увидеть анимацию. Не все умерли. Не только лишь все. Фулл кавер. Давай попробуем. Вижу двоих. Собаки, да, не все умерли. Фуджито, записываем один киллз. Что по вероятности? 87, 70, прикольно. Там овервоч, скорее всего. Есть вероятность спулить еще пачок. Особенно отсюда. Ну, так хочется пострелять. пострелять слева. Овервоч, может быть. Потому что не будешь выпендриваться, кинешь гренку и все. Я и так могу гренку кинуть. Просто сначала пострелять могу. Ты можешь на овервоч поймать. И ты поймаешь на овервоч. Михаил. Так Ларсен подходит чисто под гренку, чтобы не спалиться на овере. И закидывает гренку. Ларсен даем два киллса. А теперь точно все. Слушаем следующих. Справа. Вышим. О, они в этом же здании. Короче, надо этих поближе к выдачи. возвращаем пацанов с крыши и пробуем отсюда вот спулить с этой двери грантом. Потому что очень часто они при этом выбегают на улицу. Да, давай с рывком даже. надо же было сначала фуджиты постоять, чтобы не зазря тратить гранату. Но там все равно мне только она может стрельнуть могла. Второго мне надо было добивать рискуя с овервотчем одним, а этого я не хотел делать. Открываем дверь. Тут, скорее всего, пак, судя по звукам. Да. Три человека. Полный пак. Понимаете, право на улицу. Ну, кто-нибудь. Блин, ну, тяжело какие. Я сваливаю, скорее всего, чуть дальше с провокацией на выход из дома. Это как? Это вот так вот и в ханкер. Не факт, что это... Давай, да, получится. Молодец. Только один ход мы ждем. Эти могут спрыгнуть во фланг сразу. Правда, бафает тот, кто в центре. Блин. Так, уже обходит, гады. этот здесь, этот здесь. Блин, мне страшно. Дверь вроде закрыта. Пока. может лучше спрыгнуть к этому за фланг. Он сюда явно прибежит. Да, давай, двух сюда. А этого зачем оставлять? Что-то может выскочить. выскочим, этим и бежим. Да, я сейчас лучше подожду того, кто под бафом на меня бежит. Он, скорее всего, либо сюда через дверь, либо обойдет вокруг. Он не добегает до меня. Вижу, где бафает. Кстати, я бафера могу убить с фланга. Так, а где тут стоит? за стоечкой. Что делаем? Падаем, что ли? Есть будет фланг? Не будет. Плохо, Михаил? Тут будет один только фланг, а я хочу баферу фланг гадать. Так, можешь гренкой вот так вот спрыгнуть. Ладно, поехали, смотрим. Там еще третий, вот вопрос, где он? Видишь, двоих. Один бафер, другой флангует. Это хорошо. А третий, скорее всего, сейчас будет к этому выходить. Отсюда. Или он здесь уже? Так или иначе, нужны киллсы Джонсу и Гранту. Для Фуджиты только тут полуукрытие, да? Ну, это меня устраивает. Я отсюда должен стрелять просто пол. То есть, тут Гренку убиваем двоих, получается. Джонс нужен киллс? Очень. Фуджите нужен киллс? Конечно, нет. Что делать? Зачем ты, Фуджиты прыгнул, Вась? Я не знал. Все ты знал. Так, давайте переключимся к Гранту. Рискуешь. Ну, зачем тебе сюда? Я хочу посмотреть, где он внутри. А, ног. посмотрел. А вот это интереснее. И гранту же киллс нужен. Две гранаты я не хочу убивать. Где третий сектоит? Где третий сектоит, ё-моё. Может быть, здесь, в мёртвой зоне. Я его поэтому не вижу. А я с этого угла этого увижу. Могу, кстати. Ну, давай тогда так. Заодно и проверим справа, может, кого увидим. Я вижу только одного. Ларсену тоже не нужен киллс. 66. Короче, видимо, стреляю Джонсом и беру грантом киллс. А, может, мы ещё стеночку снимем? Так, чтобы увеличить шансы на то, чтобы увидеть. Да, давай вот так вот. Раз. Джонс стреляет. Кидает грант, точнее. Убирает укрытие. Любой из трёх человек. Где третий, ё-моё. Куда вы делись и кто это? Блин, ни Ларсен не нужно, ни этой Фуджит. Короче, я леммингом стреляю, получается. 65. Верняк, да? Конечно, верняк. Так, грант два киллса. Но где-то скотина третья, понимаете, почему он близко. Щебечет, тихо. Что, овервочем? Два овервоча меня могут спасти. А по-любому овервочу тут. Он точно меня сейчас увидит. Ах ты сволочь, а. Бойся, не сделай ничего. Еее, умный сектоид. И под фланг подставился. Ну, я думаю, грант должен брать этот киллс. Какой грант? Джонс должен брать этот киллс. вот, Джонс. Джонс, бери его. Подходим раз. Вероятность из пистолета скажите, пожалуйста, 78. Не густо. Подходим грантом. Пистолетик тоже. Он учись, как грант стреляет. Это раз. Давай так же, 78. Нет. Все получили по киллсу. Остался раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пак из двух сектоидов. Ну, есть у меня одна страта на этой карте. Без проигрышной практически. Сейчас на крышу полезу. Гранта оставляю. Все на крыше. Ну, сектоиду просто страшно. Его двух братьев убили, он панику не выдержал. Ну, в смысле, не прошел проверку по панике. И все, и потерялся. Такое бывает. Ты не был на его месте, ты не можешь его осуждать. Как говорится, сперва добейся. Справа. Опять на бензоколонке чуть левее. Слышал, конечно. Как это не услышать-то? Проходим раз. Проходим два. Да, малютка сектоид один в этом жестоком мере так и есть. Ну, тяжело просто. Особенно так нещадно убивают твоих собратьев. Он же не знает о том, что это уже двухсотый трайн. Он думает, что как бы в его реальности это первый и пока единственный трайн. Поэтому все плохо. Но мы-то знаем. Это да. Опа, они здесь. Нифига себе. Овер вотч только один. Грант. Так, неожиданно выскочили, гады. Ну, я близко, в общем-то. Ой, вообще, нет. Так, это одна гранатка? У кого-нибудь есть гранатка? Нету гранатки. Кто может выскочить? Никто не может выскочить. как-то нехорошо получилось. Да изи вообще. Просто на изичах. Смотрите, как надо разруливать ситуацию. Оп! Оп! Так, не кричи так. Один бафает. Второй ходит, но не доходит. Ой, где ты? Ой, какой хитрый! Так, тот, кого бафают здесь. Короче, мы просто его убиваем. Кем? Ларсом, пожалуйста, снова. Снова Ларсом, если можно. это раз. По типу свечения можно догадаться, кого как бы этот ярче светится. Тот, кто бафает. Поэтому овервочи не боюсь. Спрыгиваю, чтобы совсем было все гарантированно. Это будет пистоль. Пистоль от Джонса. Пиу-пиу. Пиу-пиу. И, вы не поверите, пистоль от Ларса. Ну так, чтобы совсем вот Ларсона. Ларсен, точно. Ларсен 80. Ларсен сейчас повышение получит. Да. И это все ггшечка. С первой миссии справились. Фух, я уже думал, что тут кто-то еще такая пауза. Мхатовская повисла перед подведением итогов. Овервоч. Ах, не шарят. Дайте снайпер 80-ка. Снайпер Ларс. Ларс. Снайпер Джонс. 75. Нормально. 84 снайп сходу. Вау. А Ларсен саппорт. Ох уж эти меткие саппорты на 86. Исморали 27. Обожаю. Такой вылечить. А Грант у нас хэвик. Ха-ха, блин. Косой хэвик. Косая хэвик. Придется с ней работать. Хреново. Командиры в лабораторию, в лабораторию командиры. Ладно, вторая миссия. Раскидываем там. Я даже не знаю. Мне сейчас нужно с ними же идти в атаку. Ну что хэвик это уже 25-80 тоже такой паникер. Точный паникер. 25-80 раз, девочка. 29-75 что-то у них настроение панические. 59-75 топич. Ну в прошлый раз вы помните тоже было 3 топича. 31-75 еще один паникер. Ранение получишь и тут же очередь в спину от своего жим. Окей. Да, нужно железная воля. Нужно дожить до этой железной воли. Ждем миссию. Много бабла, немного ученых, много инженеров. Ну уже надо брать. Естественно. Россия правда легкая и ученых дают. Надо в Нигерию лететь. 5 инжей на дороге не валяются. Это сразу закроет мне потребность во втором модуле спутниковой обороны. Итак, у нас есть супер косой тяж. У него была редкость 65. Собственно я осталась 65. Я их не буду переименовывать. Я просто зафиксирую для апов в общем. Характеристики 41.73 все конечно снайперы интересует. Снайпер 59.84 вообще топич. И по морали и по точности для рядового это хорошая перспектива. так ну и саппор 27.86 27.86 у всех гранаты естественно никаких медкомплектов забить. А те же я не хочу отказываться понимаете штурмовик меня тоже может спасти хотя вот его как раз и можно заменить. Да. Штурмовика меняем на 59.75 потому что я не хочу брать восьмидесятника который тут же сольется. Никаких скоупов понятное дело. Один килл сюда все остальное Джонсу. Поехали. Чрезвычайная миссия чрезвычайно сложная. 12 человек вторая миссия она такая. Поехали. Главное чтобы с карты повез. Так внимание вас ждет работа в самом центре Нигерии. Мало я на этой карте наиграл. Плохо очень ее знаю. Тут по крайней мере есть фулл каверы и карта штурм один может приступать к операции. Так давай с лимит начнем. Тут фулл кавер фулл кавер фулл кавер фул кавер надо сначала вот эту часть очистить так и прямо добегает скавер это с пулом не буду добегать пока всех сюда троих да кроме снайпера всех сюда троих здесь бывают внутри справа слева запах по всякому бывает главное подойти поближе чтобы гренки решали первую половину пройти значительно проще чем справа задуман причем не в доме в доме это хорошо тогда мы потихонечку двигаемся в сторону дома реально потихонечку чтобы не спулить там еще чем и чтобы добежать до вот этих углов так а снайпер то что снайпер уезжает сюда может стрелять подходим сначала вот так вот что могут быть и за углом нет они внутри тогда снайперы сюда херрика подвожу этого подвожу может открыться дверь могут выбежать но как правило они там сидят сидят и соответственно в две гранаты уходят внутри же да ну или за так давайте еще один ход на подготовку пусть даже это будет вот так вот так лемминг всетился снайпером ну всетился надо снайпера подвести было с грелки тогда рассетился снайпер что я тварю а нет они не там они задумал оказались это плохо они могут быть в доме еще конечно же обходят с фланга не обходят может открыть просто если откроют то норм я смогу не нельзя открывать пока с фланга точно не обходят раз два три раз два раз два три четыре пять шесть вообще никак не доходит снайпера подвожу сюда он не должен вообще слева никого увидеть с богом пацаны смотрим на бафер открываем дверь подходим к углу скорее всего каким-нибудь леммингом заливка пошла с камня заливка пошла на сам не не успеешь фух блин так значит ларсен ты подходишь смотришь где-то третий блин еще пак так ну тут господи смогу я пятерых гранатой забрать так а если я открою дверь раз открою дверь два то я смогу кинуть рокет это раз два три четыре пятый умрет остается шесть стой слева так ну давай подумаем о снайпере снайпер может это сделать гренкой сможет ли как это определить открывай дверь там третий пак будет блин реально третий пак ну все это капец короче как девять человек так рокет что накрывает никаких киллсов снайперу рокет накрывает пятерых пятерых накрывает рокет я не могу без рокета то есть я должен оставлять желательно стенку не снимать а там еще один гад вот справа ну да он только арестился и это точно так гран стреляет минус четыре и пятый справа так здесь внутри кинется ли граната на троих вряд ли но кинется на двоих плюс возможно стенка не не кинется ты этого не флангуешь тут тоже не флангуешь такие варианты пять а там девять да то есть один еще в темноте не так уж и плохо убью гарантированно двоих и одним еще могу пострелять но стрельба вы знаете она такая без крита рандомная что убивать я должен всех этих троих потому что хэвик у меня умирает ладно попробую еще гренку может что-нибудь найдем что-то найдешь что-то найдешь никак в общем только двоих значит стрелять надо гренкой а снайпер докинет гренка со своей позицией не совсем он может подойти конечно хэвика жалко реально жалко может дым тогда лучше гипотетически могут не попасть да дым лучше саппортом дым чем что там доктор но сейчас секундочку да это все баяны просто кинь две грены две грены то я понятно что кидаю просто остается еще один ход как я уже сказал ладно это точно так раз снайпер два киллса только надо позицию выбрать ну да отсюда докинет в общем-то и выкрытие окажется ладно опять же стенку не снять это минус два то есть пять плюс два да он еще пять плюс два фух ну сейчас типа есть сап который может пострелять но он попадет но не убьет убьет он с вероятностью процентов десять поэтому лучше плюс еще там есть один поэтому я лучше кинул дым этот может в принципе отступить но он может не попасть по хэвику из-за дыма и из-за того что сам себе не самый точный с богом беги сектоит беги бежит хэвика может даже не видит да е паникует ес три пака из такой ситуации а а а так тучитесь ну басом пока я жив так ну помним про чувака который здесь посмотрим сейчас за углом потому что может спалиться да вот он это фланг для лемминга отличный давай раз капец 9 человек изи просто и сейчас я хочу еще 73 метки да неплохо с критом давай снайперу попробуем прокачать блин ну я аж старался ну ладно в любом случае тут есть гренка и гренка надо было гренка кинуть Вась ты его флангануть можешь а хэвиком гренку если что не хватит тебе по урону докинешь да так и есть ну скорее всего убью все таки крит нет русская рулетка придется тратить гранату хотя подожди давай я посмотрю гранатом у него же точно 65 он же убьет вообще изи 93 нет не готов я так рисковать граната пошла остался один пак четвертый на этой чрезвычайно сложной миссии они внизу скорее всего но внизу значительно сложнее убивать людей более того там ни черта мне не отработан я не знаю откуда пули ну я обычно слева заходил а не там да уже спулен да как так то поднимаются сами идут овервотч есть один грант он попадет это 45 он попал 45 грант вообще жжет двое осталось так вот теперь внимательно пацаны не торопимся миссия на самом деле она ну типа очень сложная ну реально сложная нам нужно сделать так чтобы я был на максимальном удалении от могу сразу одного флангануть но это неправильный ход мне нужно дождаться бафера разделиться примерно на две группы по пять человек и в зависимости от того кто кого и как там у них один точно здесь если там где-то находится второй внизу скорее всего будет действовать этот нижний добраться может но маловероятным то есть я должен обходить двумя вот сюда вот одного подставлять да давайте давайте я лучше подставлю гранта сюда под ханкер этими аккуратно обхожу блин аккуратно тут не обойдешь он в теории может сюда добежать вернуться и тогда фланг будет может не лезь пока мы не определились да давай лучше вообще далеко далеко пока непонятно кто кого будет там качать я думаю лучше не лезть дорожон снайпер не сильно полезный снайпер на самом деле может на крышу забраться вот так вот нет и поддержал ваш канал на сумму сторона не видно оттуда да изи просто да конечно просто изи так тут ханкер тут овер оч сейчас посмотрим этот подходит должен видеть только хэвика по идее да вот он видит и хэвика но на овере стоит барсук более того они вдвоем там стоят на овере как подсказывает кап я сейчас очень рискую потому что вот этот товарищ мне не прикрыт я лучше отойду в безопасное место блин да реально был на крышу двоих я уже поздновато на крышу лезть не не поздно еще ханкер ханкер обойти он еще не сможет я надеюсь что они сейчас хотя бы либо постреляют либо подойдут либо забафают я не знаю да пошел баф дальний ближнего сейчас мы увидим где один где второй подходит с угла и на овер встал так дальний вообще далеко ну очень далеко этот сидит на овере у меня есть гренка я могу снять у него ларсеном укрытие с хорошей вероятностью давай не будем мучиться раз это же снимается укрытие нет гренок больше нет точность хреновая здесь могу спалиться давай так не вижу черт а если снайпер спрыгнет вот так вот спариться может на овер оч блин у меня нет ходов он клетку как раз проходит он не может увидеть короче надо хэвиком пытаться сначала прострелить 50 на 50 с богом да есть штраф у него десяточка но попадает на единицу попадает но сейчас снайпер сам по нему попасть может не попасть короче из-за ранения легкого переключаясь на пистоль 92 с критом попадет убьет 92 яс так овервотч еще один остался аккуратным но он вроде не успевает на этот ход подойти окей я зафейлил вот с этим вот сейчас захожу наверх тремя я так не надо перезарядка ладнок второй тоже уходит если сейчас лезет вперед то это проблема он может меня увидеть но он вряд ли обычно такие пугаются да он стоит на том месте вроде как так выводим трех пацанов на крышу так а ларсен то убил или не убил ой не ларсен а этот новый господи да карту райт кажется он убил да может все таки не лезть на крышу без укрытия он просто подойдет на границу вижу под ковр и устроит тир в смысле он же он не видит пока я не подойду вот сюда вот мне не видно из-за крыши потому что тут две клетки она такая пологая покатая как это говорится правильно говорит убил понял то есть план-то у меня другой я должен хэвиком его подсветить не факт что он пойдет он скорее всего сидит просто сидит и ссыт на овервотч так и есть это плохо крыша мне тут не поможет скорее всего одного оставлю на крыше на всякий случай но не снайпера потому что у снайпера у снайпера с крыши только пистолет работает определяем направление сейчас по щебетанию до лево-лево ооо не он двигается ой нет фух капец ты хитрый какой а флангуем не флангуем тем более это снайп так а сверху что хочу оценить вероятность сверху 75 без крита да тут обход очень острый угол будет а хэвик чем сможет да и этот сможет да все смогут он не выживет никак тут ну то есть выживет но это вероятность очень очень маленькая максимально обходим его с фланга максимально подходим вплотную снайпером да в лучших традициях стреляем сначала сверху 75 меткость раз есть один хит русская рулетка стреляем 92-2 снимет все если не русская рулетка а может не давай ты не будешь вот из пистолета хорош все не надо дать нам из пистолетов ранение косметическое исключительно снайпер не будет отдыхать миссия выполнена пять инжей получили надеюсь там звание тоже ну давайте мне второго снайпера ну тяж ну тяж зато классный полезный точный и по морали красавчик состава медали дали мастерской можно делать вау мастерскую делать не будем вообще потому что 10 инжей уже хватает первые медали получите раздать медали можно в казармах не гранту я а вот новому тяжу дам ну более перспективно ой она же умрет что не обратил внимание что это маленькая наложка возьмем снайпа двух тяжей и выберем лемминга 25-80 скорее всего трусливый американец все остальные тоже трусливые каждый член совета хочет чтобы прикрывались ничего у нас все ок пока хотя это только начало сейчас третья миссия ладно копай еще копай 10 баксов можно покопать на следующей миссии пытаемся из лемминга получить точного снайпера второго двум тяжем ничего не даем все киллсы и по возможности своему снайперу он с гренкой пойдет но страховка великолепная два хэвик это уже очень очень хорошо так высылаем рейнджер тяж тяж снайпер плюс 25-80 паникерша девочка у всех да у всех все да да только аккуратно прошу тебя миссия не сложная следующая страховка у тебя есть ракета у тебя есть килл с леммингу все остальное попробуй с нам слайпом так вниз вверху тупик лемминг идет вперед да да наверное снайпер тоже будет держать поблизости просто потому что граната снайпу нужно сделать как минимум два киллса на двух сектоидах и плюс еще дополнительные есть есть план по прохождению игры вообще верняк точно качаем бойцов и называем всех дмитриями михайловыми инейзичах тащим икском инфа сотка да дмитрий михайлов только за счет имени да просто вот потому что он такой он уже герой так вижу мед 7 ходов но я до него не добегу потому что не пойду туда бобра медом не соблазнишь справа прямо по курсу так давай левее берем тогда ну что там фул кавры ну вот вот отсюда вот потому что вот поэтому болоту идти не комильфом может спалить кажется справа в общем очень близко пак выгляну скорее всего вижу или даже сейчас могу увидеть не увидишь сейчас ну и чего выглядываю что ли выглядываю а ну ясно все понятно короче о чатик упал не интернет ли у меня упал так овервоч от вуда лимин попадает все ей больше не наливать восстановленность и может это плановый гуф кто его знает так вот это же он да ну в смысле это она но это это как раз леминг который мне нужен ну я пожалуй под пол кавера прячусь снайперам непонятно что делать укрытия нормальных нет не пострелять я делаю три овервочи просто он выходит ой опасно фланги его да ладно 35 процентов ну конечно так ну и чего тебя опять что ли качать ну ты точно и давай 80 процентов точность что спасаем рокетом так только не этим не они как раз этим и хотел нет как раз этим хэвиком хотел да снайпер не постреляет он в такой позиции что забить просто пытаемся устранить проблему дверь правда выбили сейчас надо услышать где второй пак и помним что снайпер все киллсы вверх право куда сейчас подождем перезарядимся мед я игнорирую мед вообще показательно вот вы бы сейчас побежали за медом забыли что здесь дверь выбита спулили бы этого ну не дверь а эта стенка спулили бы и отдались все вот вот такой вот сценарий вам от меня а я хладнокровен а я хладнокровен кажется все таки они сверху были шум был то ли справа то ли сверху ну это не то или то подождем да ладно это аутсайдер шумит не сектоида они могут быть вместе в общем то так ладно тогда я перехожу наверх вот сюда вот потому что там фулл кавры мне нужно оттуда врываться в тарелку всех остальных убиваем снайпером всех двух сектоидов убиваем ну и и аутсайдер убиваем ох опасно все просвечивается ну хотя как опасно очень опасно все в пределах ракеты ну выходите гады так этого хэвика лучше сюда ой как же я тут стою то хреново снайпером надо дождаться двух крисолейдов которые судя по всему все таки в тарелке находятся или забить можно тупо забить так учитывая то что снайпу нужны киллсы я пулю снайпом оп не сработанная стратом чё ж делать то ну и где они чёрт возьми чёрт возьми кто это сейчас ещё два-три хода овервотч я их должен увидеть если на тарелке о я говорил джон снайпер стреляет да давай килл сразу же на три на три неплохо сейчас правда добить могут другие там же овервотчи до хрена он сейчас побежит ещё ой куда ты да два овервотча понятно всекился снайперу короче как обычно да когда next time то next time это не будет обхожу с фланга этого упыря опа попа ну постреляй тогда отсюда сможешь ой не боись всё нормально всё нормально тут ханкериш в дауне тут тоже ханкериш и ты ханкериш все ханкерят правда этот гад сейчас убегать будет скорее всего влево щебечет два хода сделал но овервотчи у него типа нет но сейчас бегай его ищи сомнительное удовольствие вообще-то весьма а придется пошлю хэвика с гранатой и ракетой опа тут тоже в рот что я поставил это ошибка так давай тебя тоже в поддержку вуд тут овер а тут ханкер опасно стоит хэвик слушаем и он там засел на овере и ждет знаем мы таких полчаса может сидеть берем с хорошим запасом обход есть ханкер снайпер можно было подвести если бы я был уверен что здесь да а там нет ну могу спулить в общем о как он здесь оказался вот а не охранял ли ты так бегать друг друг 64 меткости и вот думаю после этого перестреливаться снайпером или нет не попадешь и как бы там 30 процентов нельзя перестреливаться ханкерю и вот так и подойдут выходи выходи и наберись смелость будь мужиком сектоид вот все и сленел козлина и что мне с ним делать о давай давай подходи подходи ближе стреляет нет не стреляет вон он сидит ладно сейчас уже лучше правда у него там овервотч но я могу стеночку снять да давай так сделаем да я хочу просто снайперу келси стенку снимем снайпер уже такой опа опа 84 меткость с критом сразу же работаем бом хорош и теперь остался один лаги идут 157 дропов 97 дропов у меня да были под лаги несколько секунд ну мой интернет такой сори ау массовые лаги продолжаются да последнее время ну мы там два момента чтобы это пофиксить сейчас предпринимаем так во первых я хочу чтобы эти хэвики поменялись местами потому что отсюда я могу рокетом не докинуть второй момент я хочу хотя бы одним с гренкой быть там типа не это чушь и конечно сделан сейчас будем пулить пулить будем хэвиком скорее всего а ну там мелочь уже все лидер на связи все хорошо тут снайпер очень хорошо все простреливает есть страховочные ракеты если что но я побегу хэвиком пулить в первую очередь конечно же а вот и он но с ним как-то проблем обычно не возникает если готовишься только он сейчас что-то справа направо ушел и рокетом я до него не достану кажись из-за закрытого обзора могу стенку снять вообще ситуация опасная я думаю надо ханкерить всеми гренку не докидываю не не докидываешь только снайпером докидываешь короче я отступаю так чтобы не это раз ханкер раз сюда поближе хэвиком под рокет ханкер два здесь можно теоретически вот сюда добежать он все равно ничего не сделает а так я буду ближе в плане гранаты я понял тебе да я понял привет голову советую стрелять очень осторожно подобное оборудование может быть крайне нестабильно ну и здесь ханкер стреляет жестко конечно ладно так по крайней мере я его рокетом накрываю насколько я понимаю да да накрываю гренку я не докину но я докину гренку вот этим товарищем все могу подбежать кинуть гренку снять типа укрытие и попробовать снайпером с критом его пробить понятно что лимминга подставляю компьютер уничтожаем но снайпер важнее да да укрытие у него вроде исчезло и точность хорошей крит есть давай 74 работаем есть хорош но левел ап не дали но миссия чистенькая сейчас посмотрим что за лимминг у нас новый еще один тяж капрал дали гранту спринтер конечно же три тяжа уже в команде какая-то жуть а а а опять чатик что-то нас колбасит а ну там находится так ладно хорошо там вроде разбирается что у нас есть третий тяж мне не нужен так как нужен третий снайпер поэтому скорее всего на какую-нибудь миссию я возьму кого-нибудь из этих вот ну басов 75 извините так попробуем хочу пробовать там копаем может миссия совет какая будет легкая медали есть медали нет делать нечего ждем увы спутник ага еще копаем сообщение совета что это ой саппорта сержанта дадут представитель совета атакован на территории чиновник был убит в плен пришельцам охватит полиции чиновника из-за пострела так это не вандорн а та жесть с инменами да где их там паки 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 это какая миссия а это и вандорн если это и вандорн это конечно халява это вандорн да еще саппорта получим главное что школу офицера получим если пройдем конечно но я помню как ее приблизительно проходить и кстати три тяжа там должны зайти ваще найс то есть снайперы три тяжа с гренками причем тяжа чтобы сиктоидов снизу закидывать так тяж тяж снайпер все как как надо вроде как 75 точность там только грант не точный 67 точность 57 слушайте неплохо 57 60 неплохо что миссию дали все таки в этом гренки нужны нужны будут овервотчем по точности все хороши опять же кроме гранта но овервотча соответственно можно будет принимать неплохо я в курсе проблем я не могу в любом случае ничего сделать там сидят другие разбираются так значит первый thing-мен 1 3 сектоида снизу 2 2 по 2 сектоида на через мост и потом thing-мен 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 поехали готовимся к высадке штурм 1 сейчас заушник один перестал работать неудобно конечно да это вандорн франция ждет нашей помощи это срочно петер вандорн большая шишка и зоны его сопровождающие попали под обстрел значит thing-мен 1 будет здесь и он не скриптован сразу появится стоп-старт не поможет еще раз повторю проблемы там на оригин сервере на одном из двух в курсе проблемы за ней следят за ней смотрят я не этим не занимаюсь я не техник от того что вы пишете в чате ничего не поменяется абсолютно подводим раз кажется я даже до красной машины спокойно добегаем у вас прислали спасать вандорна он убежал вперед пытается помочь парням за всякий случай овервочь слушайте у нас тут ранены заберите вандорна а мы приведем парней к вертушке надо грантом выманивать что поехали да поехали сразу он сейчас несколько в другой стороне а нет он просто перебегает оттуда и никто его не видит найс гренку конечно лучше оставить снайперу на пак сектоидов снизу наверное все таки рокетом надо рокет 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 и дальше номеров очки не хватает всем поехали раз попадаем главное это раз а что ж такое как же мне это так я делаю стоп старт вдруг поможет так дальше мы подходим они где-то вот здесь укрытие конечно я нас носил реально очень много у нас новая задача всеми подойти как можно кучнее чтобы в две гранаты сбить этих сектоидов пачку потом рокет рокет в два пака слева пускайте тут на всех работы хватит так так кем мне пулить лучше не пулить пока спулил ладно они не под гренку разбежались капец а не под гренку там же взрыв просто идет а рокет на всякий случай накроет да накроет так что мы этого хэвика пока оставим джонс снайпер ок подходим вот так вот гренку кидаем еще снайпер надо на гранатах прокачать а там мы не достаем до всех кого убивать лучше убивать того кого не флангуем то есть вот этих вот лучше нет ну какая разница ладно давай вот так вот раз укрытие просто у этого снимем хэвик постреляет по нему как сейчас снайпер докидывает туда гранату сам а машина не горела до этого это косяк блин я и так не достреливаю ладно снайпер 2 килл сав поторопился нельзя так делать ребят джоуз получает повышение снайпер теперь с общим видом будет но мне нужно убить и этого гадом 85 либо рокет два хита или гренку оценим лучше надежный гренку даже гранат не попадет ну 87 ну как бы можно попробовать но гранатами на самом деле дальше не нужны поэтому я лучше кину гренку бог с ним так сейчас два хэвика подходят к полу укрытию по центру один кидает не не сразу аккуратненько снайпа наверное уже надо оставлять здесь хотя нет не надо его там оставлять не надо там не пригодится уже практически перезарядка овервотч вот сначала одного сверху с пулем да подводим сначала хэвика того которого нет рокета он пулит пак из двух сектоидов они разбежались так что ракета мне не поможет все их не накроем двоих увы и это очень плохо надо реально ждать бафа подходить и вторым и сидеть в ханкере всеми причем этим бы я даже отошел чтобы лишнего не спулить дай бог он не попадет а вот где бафер где тот так ну они сидят спускайтесь тут на всех работы хватит пытаемся найти ни черта не видно там стоял ли бафер рядом с машиной но я вижу там эффект иногда пролетает когда камеру про поворачиваешь вон эффект ну куда он идет хрен поймешь не вижу сейчас еще ханкер но вроде они там просто стоят на овере реальном пошел баф блин видеть бы это ну вот там есть эффект да помолчи может просто в машину шмальнует на пофиг на рывке вандорна освободить понимаешь что на рывке 35 процентов короче я накрываю машину и максимально направо машина и так взорвется поехали ну я одного точно убью надеюсь что просто взорвется еще и машины одного убил только и второго убил бафера хорошо теперь то же самое здесь вроде как пулить надо наверно я сейчас просто с пули агрессивненько вот так в тунис два фиктоидом разбежались ну здесь ханкер подсветка главное есть тоже ханкер тут лучше отбежать вообще потому что этого могут теоретически увидеть тоже ханкер овервотч смотрим где баффер и убиваем его ракетами да ладно постреляет по нижнему что ли не он подошел поближе к укрытию стреляет по нижнему ну да у него бонус то десяточка есть они да так так но мы видим обоих поэтому наверное даже по центральному пострельную чтобы левый не Ну, в общем, сплавы остались там или трупы, или что-то. Так, минус 2. Хорошая миссия. Довольно простая, с одной стороны, но награда, особенно со школой офицеров, это прям ух. Так, теперь вспоминаем. Насколько я помню, один кфенмен находится где-то здесь, второй упадет вот в этом районе. Где-то здесь он упадет. Гренки еще есть? Да, гренки есть. Здесь, соответственно, одного оставляю с гренкой здесь. Снайпер стоит нормально. Наверное, сюда вот его поставлю. Этого не освобождаем пока. Да, можно было пострелять, реально поторопился. Так, я беру неточного товарища. Да, неточного товарища, вот он, Грант. Остальные все идут... Блин, куда этот падает-то? Я сделал так, чтобы я его точно видел, но так, чтобы не... Наверное, вот сюда вот как-то надо подойти. Чтобы я не отравился ни в коем случае. Овервотч, овервотч. Следующий ход наш. Так, перезарядка есть. Этого сюда. Сейчас овервотч, может уже триггер сработает. Не, не сработал. Не знаю, какой вы вид войск, но такое снаряжение я вижу в Перуе. Пора доставить объект на Рейнджер. Подходим. Здесь аккуратно. Куда-то сюда падает. Надо краешком, наверное, проходить просто. Раз. Когда выберемся отсюда, я отплачу этим тварям за все. За каждого моего бойца. Да, идут. Да, но этот хорошо. Рядышком двое. Стреляем. Ё-моё. А это подстава. Это капец, ребят. Двое не сработали на овервотчем. Хотел бы сделать больше. Ну, здесь понятно, сначала мы снайпом стреляем, стопроцентным критом. До него право не дойдет. Блин, там овервотч. Но я его не вижу. Он может сработать. Капец. Нельзя ни в коем случае этого випа терять. Да, ракета могла здесь пригодиться. Я могу попробовать вот так вот рашануть. Он может меня не увидеть, я его флангану. Ну, потому что я этим не могу бежать, в общем. Поехали, с богом. Грант побежал, овервотч. Мимо, фух. Ну, хоть випа прикрыл уже. Хорошо. Как же он далеко, а? Крит-то стопроцентный, но, блин. Этот тоже может помочь. Да надо, надо. Сейчас сверху всеми надо. Ну что, набегает. Давай, 95, 100% крит. Хорошо. Сиди. Беги. Так, следующий ориентировочно появится. Один вот в этом районе, другой вот в этом районе. Подходим, перезаряжаемся. Разряжаемся. Надо сплетануться, надо забежать пацанами вообще на позицию хорошую. Потому что триггерятся они по... Не, могут и сюда упасть. Лучше вообще сюда добежать. Так, давай-ка так, раз. Снайпер на прострел, наверное... Вот этой точке. Хэвик сюда же поддерживать. Пока его не ведем. Так, здесь... Один на всякий случай сюда. Один сюда. Хэвик сюда. Снайпер с овервочем на... Так, ты можешь подойти, кажется, не спорим еще никому. Снайпер с овервочем. Убежали. Ну, да. Ну, этот, да, этот. Всегда здесь. Опа, близко. Ну, вроде не этот. Этот справится. Четыре хита. Снайпер. Снайпер. Блин. Там грянка у меня есть. Ну и Хэвик впереди. Так, давай сначала со снайпа начнем. Все-таки... Точно поэтому 84 меткость, раз. Хорошо. Дальше... Ты просто 98, крит и все. 98%! Сучка, а? 98%. 98%. Капец. 98%. 98%. Что-то только Хэвик может что-то сделать. 60%. Давай. Блин, твою мать, все, это ГГ. Так, главное этого прятать сейчас. У нас умирает, тяж. С крайне высокой вероятностью. Я понял. Но он был не точным. Ой, машина горит. Нет, только не взрывайся. Так, давай снайпера качать тогда. Ты не прокачаешь его, Василий. 98%. Как вот рассчитывать вообще? 98%. 100% нужно. 98%. Ладно, побежали. Вроде никого больше не будет. Блин, жесть какая. Ладно, у меня и так третяже. Этого надо было менять. Он, правда, был в звании, но с другой стороны, сейчас мне дадут саппорта в звании. И это будет хорошо. Машина-таки взорвалась. Все, справились. Да, он был не точным, но это грунт был как раз, который 60 или 65 база. То есть он такой, в общем. Ну что? Школа офицеров. Снайпер с общим видом. 88 меткость, дали всего 4 меткости. Упырь, а? Сейчас строим школу офицеров, пацаны. Школу офицеров. Снижение паники еще и деньги дали. О-о-о-о-о. Всем школа офицеров. Середина марта. Что за саппорта-то дали? Шпилька. Сержант Хелен Лерой. Давайте точность. Хорошую. Ну, 79, неплохо. И сразу тебе дым. Нет. Огневая поддержка, скорее всего, и Туманные берега. Хороший саппорт. 5 хп еще у нее. Точность 80. Мораль неплохая. Клево, клево, клево. Два тяжа, саппорт и снайпер. И, наверное, я на этом и остановлюсь. В плане... Не, не в трансляции, имеется в виду, а в плане четверки до тех пор, пока не появится школа офицеров. Хотя, блин, выяснить хотя бы. Кто там у нас? Может, новых леммингов взять? У тебя школа офицеров будет. Ждем миссию важную. 6 инжей. 6 ученых надо брать, короче! Или еще один саппорт. Значит, Германия, Индия, Аргентина. Есть вообще как-то у нас? Германия, Индия, Аргентина. Запуск спутника. Германия. Россия уже вышла. Великобритания не уйдет. Индия, Австралия уже вышла. И Аргентина. Лучше, конечно, в Германии или в Индии. Да, и... И тут как раз 6 ученых. Сильно бустанут они мне. Но это будет не очень простая миссия. Хотя снайпер с общим видом и саппорт добавился. Это хорошо. Два тяжа, правда, по одной ракете у них... А кого качать-то тогда? 59, 88 слабенький стоит. Надо ему скоуп взять. 59, 88. Мне кажется, скоупы не исследовали еще, да. Да, до скоупов 3 дня. Если вы не дадите мне в помощь еще... Опять без инжейса, лишь макро. В смысле, у меня уже 10 инженеров. Недавно подключился. У нас уже инженеров по два модуля спутниковой. Уже хватает под мастерскую. Модули тоже ученый будет строить. Вы вообще следите за трансляцией, нет? Калиостро, прощайте спутники. Еще раз, еще раз повторяю. 10 инжей. Это уже два модуля спутниковой. Два хватает. Все хорошо. Вот вы... Вообще... Кину басы. Берем хил. Берем хил. Больше нечего брать просто. Да тебя троллят. Да не, они просто тупят. Я, понимаете, в чате смотрю редко. И ищу там иногда дельных советов, поддержки. Но как ни посмотрю, все вот какая-нибудь хрень. Так, значит, у нас сложность миссии какая? Чрезвычайная, да? Я что-то не посмотрел. Чрезвычайная. Ну, сектоиды, сектоиды. Две ракеты есть, общий вид есть. Саппорт с тремя... С тремя дымами есть. Главное, просто не торопись. Вы поддержите? Красава... Отлично, все. Пацаны, спасибо. Начинаем операцию. Ой, все. Не, хорошая карта для снайпера с общим видом. И хэвик тоже здесь хорошо себя чувствует. Ааа, да, это оно. Очень много будет мяса прям со старта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Хэвиков выставляем. Тут потихонечку подхожу. Снайпер, наверное, вообще надо увезти. Нормально стоит. Редко сразу по улице кто-то. Сектоиды звучат как фингмэды. Что-то это неправильное. Справа. И сразу спулили. Овервотч, Лерой и Джонс. Это промахивается. Снайпер, снайпер, снайпер. Под зад ему давай. Оп. Хорош. Все, снайпер начинает враги настреливать. Так, мой ход. Во-первых, хреново, что я здесь... Я снайпер увожу. Нафиг нужно. Чтобы они его вообще никак... У саппорта три. Повторюсь, три дыма. Поэтому, чтобы не рисковать, я просто делаю один дым. Ну, снайпер же не работает. Хэвики... Хэвиков на Овервотч поставить или не поставить? 75-35... Ну, хэвики точно могут зайти. Но они не будут стрелять в любом случае. Не надо, все равно же саппорта подставим. Работаем. Да, видите, не сработал Овер. Овервотч, хорошо. А второй где? Овервотч! Овервотч! Хэвик один. Понимал. Но попасть мало вероятно, что он попадет. Никаких флангов, ни хрена не может быть. Окей. Ну, тогда вы до Овервотч-тись, я чувствую, до ракеты. Снайпер может, кстати, одного увидеть. Да, одного видит. Общий вид, все дела. 68. Да давай, давай, давай. 68, почти 70. 70, почти 80. 80, почти 100. Мимо. Сработало логиком. Ну, что, тратим рокет на двоих? Ну, как иначе? Ну, можно не тратить просто. Там же Овервотч. Давай постреляем для начала. Некем стрелять, кроме тобой. Ну, ты постреляй. Оп. Что, 5? Два хита снял. Жалко. Ладно, давай, рокет. Не будем рисковать. Ну, рокет может тоже не попасть. Так что это тоже риск. Хорошо, первый пак из четырех. Осталось одной ракетой. Слева. Перезарядочка. Там Overwatch, Overwatch, Overwatch. Блин, где же они там всем? Там еще девять человек. В центре точно пара паков. Ну, это, по крайней мере, вокруг там. Да, вот это из центра как раз и шум. Так, а сейчас, наверное, снайпер это надо возвращать. Надо возвращаться на пасе, да. Что не увижу, но может не быть. Хотя бы так. Перезарядиться им еще надо. Да, они там ходят по кругу. Так, саппорт подходит аккуратненько. Никого не видит. Перезарядись. Харик, мне тоже нужно подкрадываться. Увы. Увы. И только снайпер молодец. Так. С пулей ведь. Я не хочу рисковать, если есть возможность сыграть аккуратно. Во-первых, я знаю, что они могут сами выйти в такой ситуации. Там их слишком много, там еще три пака по три человека. Справа сейчас они вышли из этого. Оп, с пулей. Овервоч один. Лерой Джонс. Мимо раз. Убил одного хэвик красавчика. И снайпер убил. А-ха! Повышение тут же. Ну что ты, один остался, да? Неудачник. Мы его видим. Снайпер тоже его видит. 78 с критом. До свидания. Давай. 78 это почти 80, 80, 90, 100. Пак. Просто вот пак. Потому что аккуратненько. Понимаете? Потому что аккуратненько. Опа. Слева от здания. Так, давай-ка мы к нему аккуратно подходим. Но не заглядываем за него. Сейчас по следам, по следам. Чтобы хэвики успели на позицию выйти. Снайпер тащится. В общем, видом неба второго. Так, проверяем сапом. Аккуратно. Ну, будет, скорее всего, да. Вот. Еще один пак из трех. Ну, снайп сразу видит. По крайней мере, одного он видит. 68 с критом. Давай. Хорош. Уже их двое осталось. Тут подводим. Хэвика раз. А второго хэвика я не хочу подводить. Я увижу. Вот здесь вот фигню. Скорее всего. Так, давай-ка сюда лучше. На овер. Тут лучше ханкер. И тут ханкер, естественно. Пусть подходит. Как раз на снайпера выйдет. Сломать у нас не может. Вижу его. Ой, с фланга его снайпером, кажется, снимаю, да? Не, я его хэвиком. Этим с фланга убиваю. А снайпер чем? Ничего, да? Очень плохо. Так-то да. Страховка, если что, есть. Не хочу тратить. В принципе, страховка есть. Но, понимаете, там еще второй находится весьма близко. То есть, он за скамейкой находится, кажется. То есть, он может дойти до сапа, по нему пострелять. Плюс саппорт со своей пушкой вряд ли сможет... Короче, это ханкер, ребят. Это ханкер даун, это ханкер даун. А здесь мы просто... Просто тупо валим. Потому что негде прятаться нормально. Можно было сделать ханкер, но это ненадежно. Перезарядись. Все, снайпер вроде на позиции. Ближний сделать ничего не может. Заливают его бафом. Куда он стрелять должен, по идее. Под полуукрытие подходит. И... Не, ничего не делать. На овере сидит. Ну, снайпер. Чего? 68, правда, без крита, увы. Но начинаем простреливать. Мимо. А надо было гренку, а потом снайпером стрелять. Это грубая ошибка. Почему я этого не сделал сейчас? Потому что ты не очень. Стенку не хочу снимать справа. Ну и укрытие свое не хочу снимать. Короче, убиваем так. Пробуем добить сапом. Ну, как пробуем, он точный. Поэтому, я думаю, добьем. 85. Давай. Бафер остался на старой позиции. Поэтому он вроде не должен добежать до меня сейчас. Подбегает раз, видит. Да ладно. Спасапу стрелять, что ли? Да. 35% риск. Вау. Укрытие снес. Снайп. С традиционными 68. Мимо. Что будем делать? Отходить за нового укрытия, полагаем. Тут... Тут овер, тут ханкер. Пусть снайпер накидывает себе. Хорошая же тема. Ну. Не вижу его. Он мог внутрь отступить, а мог начать обходить. Ни там, ни там его нет. Ждем. Спару овервочин. Вот гад. Ладно, все овервочи, сейчас хэвика подводить буду. Вот так вот. Надо хэвика сюда реально второго подводить. А, нет, это разные паки. Ну? Это раз. Перегруппируем снайпа. Пожалуй, да. И перезарядка. Естественно, ханкер. Остатки первого пака, ну, плюс второй пак впереди. Вот, выходит. Ну, это старенький. Шумит. О, и мы его видим. Снайп как? Видит? Не видит. Очень плохо. Опять не видит. Что по точности. Полуукрытием. Ханкер. Пробег и ханкер. Не торопимся, не торопимся. Он может пострелять, он может подойти, он может убежать. Вариантов много. Убежал. Кажись. Ну, теперь точно овервочем. Стрим опять гуф. Да, это сейчас у нас мы уперлись по премам. Прикольным. У тебя еще два дыма. Да я в курсе. Слишком много премиум стримеров одновременно сейчас. Мы дошли до этой точки. Видимо, надо будет поснимать про вас непопулярных. Я поснимаю про вас непопулярных. Потому что мы премиумы не забирали у тех, кто... Короче, овервоч. Ребята, овервоч. Ну? Что мне с ним делать? Ладно, я с саппортом обхожу подальше. Освобождаю место под Хэвика вот сюда вот. Здесь овер. Здесь овер. Здесь овер. О, выходит. Ну? Только Хэвик отвечает, к сожалению. И мажет при этом. Ой, риск. Ну, кто-нибудь еще? Ну? Нет, никто. Риск, пацаны. 35% сейчас. По Хэвику. О, ответный огонь же. Обилка. Три хита сняла. Ну, почему не убила? Фух, выжил. Снайпер-то что, как? Так, снайпер видит. Зачем не стрелял? Так, без крита. 68. Хорошо, на единичку как раз. Так, это два пака минус. Здесь бы подойти к фулл каверу, но это рискованно на таком ходу. Лучше на овере посидеть. И на следующем ходу уже подойти. Причем, а с какой стороны там шум-то был? Ладно, и так нормально. Пулем? Пока нет. Пулем? Возможно, слева же был звук. А не три пака. Три разве? А, да, это третий, четвертый остался. Все, отлично. Правильно, правильно, вы правы. подвожу хэвика с рокетом на выстрел на потенциальный пак потенциального пока что-то нет подходим до 3 пока уже ссорим потом эти вообще быстро ушел поэтому видим и его там на overwatch 2 минус поэтому что подходим лучше под full cover конечно подойти поэтому сначала под половинку тебя вот сюда вот скажем веса по подведем так снайпер у нас вроде как ну дырявый дом более-менее простреливает работаем пулем конечно же товарищем которого нет ракеты а вот они давай направо один слева обойти они меня в этот ход не могут я подхожу вторым тяжем сюда саппорта скорее всего сюда дым или ханкер дым или ханкер надежнее ханкер вообще снайпер на overwatch но это так наверное было саппорта короче тяжей на ханкер саппортом просто дым кинуть обходят они ну в смысле подходят поближе на два хода причем это сейчас ходил вижу до всех вижу что видит снайпер вопрос ничего не видит снайперу видишь тоже двоих баффер находится далеко чурок не будем мучиться да давай ракет на двоих учитывая то что один остался есть гранаты это норма тем более повышение видите сразу купить норм ком чтобы целую себя прямо свой калькулятор выбросил окно говорит свой хороший как ты знаешь мне плохой ком я никому не говорил что это так так вижу сектор этот full cover толку лезть нет но есть толк во первых подвести снайпера правильно правильно подвести снайпер это еще вопрос как тут может быть я словлю еще вот 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 так вот его могу увидеть сейчас проверим нет 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 все значительно сложнее ханкер раз за ком-то мишу для 3820 насколько я помню он уже здесь а есть гренг достанем до стенки достанем если отсюда кинем об и не только кстати до стенки снимай может снайпер увидит из-за отсутствия стенки а где вы его я не знаю я читаю расслабился и видях тому мы сами на 980 до снайпер видит 88 шикарно качаем снайпера хорош чистая миссия без ранений лавиллапы есть и 56 ученых получили так элис 88 точность была стала ох есть девяточку далее и приспособление да есть же 97 точно сейчас копы дадут уже будет за соточку так два ответных вместо одного или свинцовый если обычный выстрел не ход не засчитывается а то есть я могу стрелять потом рокет кидать да с этим свинцовым дождем давай в рвоте с такой меткостью я не очень верю в это то нельзя да просто два раза стрелять рокет нельзя будет часовой не требует внимания а штраф и там и там серьезный можно лабы построить о медали три штуки нифига себе выдаем второму тяжу вуду выдаем медаль защитника никогда не паникует да если ранит или убьют выдаем скорее всего вот этому тяжу тоже потому что 25 это это беда паникершим и крест боевого братства к меткости все-таки дам снайперу он не единственный и неповторим алисы кстати назвали ой господи не то алиса до кличке не такие при не отвертишься да пора переименовывать пора идти гуфаться да я думаю что во первых переименовывать нужно ради того что сейчас вот ну когда школа офицера все дела короче делаем это этим этого соколиком 6697 хороший мораль хорошая точность 6697 соколик цвет брони будет кажется 5 да там белый уже все помним волосы шлем один тяж должен быть митрием михайловым но это девочка это тоже девочка я как бы в просак попал 3080 по морали эти женечка женечка и ты наверно будет только ты надо из негров кого-то другого просто перед может оставим поржем двадцать шесть четыре шестьдесят семь семьдесят семь точность тяже растет так себе о подгрузились текстуры ну как назвать ну что ты реально будет убивать умирать женечка о давайте бессы назовем женечка всегда с бессы будет ходить бесса найс вспомнил как а можно было черный оставите все отлично так и у нас есть саппорт шпилька тоже девочка да бесса к добру бесса это всегда всегда хорошо пятьдесят три семьдесят девять пятьдесят три семьдесят девять кто это девчонки и мое звером и белой да мы ее похороним тогда в первую операцию а не коты отлично пятый подъезд да давайте хотя блин кариночка кариночка мурму нет 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 ой господи скатываемся так кариночка будет у нас розовенькая кариночка у нас будет в какой-нибудь прикольный о вот с гарнитурой тройку хана говорят все ну реально сейчас уже все принимает донат в результате у нас есть да отлично все гадя петрович хреново во первых заканчивается месяц делаем скопы сейчас начинаем делать арморчик материала пришельцев закупаем скоп пока не забыл один даем соколику слушать а соколика три девчонки окружили вообще хорошо хорошо устроился 97 плюс ага плюс 10 так кинул репорт на канал и говорят модуль строй там модуль еще денег нет модуль можно строить когда можно строить модуль 10 дней спутник третий месяц ну короче до 20 числа следующего месяца еще месяц у нас есть для модуля сообщение советом четыре страны минус далее мжа в общем то все 1 апреля ну уровень паники не такой высокий на самом деле великобританию богосануть и есть несколько стран с единичкой вообще школа офицеров три дня господи мне нужно ох я сейчас как раз ой хорошо что я вот не начал продать хотя в минус я все равно забыть забрался дайте мне школу офицеров прошу вас до миссии е-е-е-е-е-е-е-е-е так теперь мы скидываем трупы продаем поврежденные слушайте на все хватает сейчас в школе офицеров размер отряда до бонусный опыт да может модули реально сделаем почему не читает донат потому что браузер видим у меня ой ссори не все равно прочитал нормально последний был от эльдара железную волю не буду брать слишком дорого сейчас строим модуль спутниковой связи чтобы не зафейлить инжей хватает и наверно до электростанцию сделать вот ледокол поддержал на озвучку мне не работает реально капец как так последний был от рту они сейчас секунду я проверю не слетели ли настройки такой же был разок нет не слетели настройки но я прочитаю тогда миша ты лучше пишет ледокол покажи сердечко пошли поцелуйчик мурмур а-а-а-а и от рутоне тоже пошли сидержка воздушный поцелуй короче мужик что ничего я готов утверждать если бы пришельцы собирались соточку никуда просто просто никуда бы их остановить полагаю это я считаю развод так во первых мы хотели с вами взять пятого человека есть два кандидата 75 точность на эту роль материала пришельцы сейчас будет бронь к но это так новое исследование на на панцирную броню но это два месяца конечно так стоит ли вообще сейчас стяжем дать бронь вместо не стоит потому что у них всего по одной ракете не стоит энергостанция мне может понадобиться может на лапу например на резкую какой-нибудь давайте 80 сделаем и построим там я просто впритык уже к электроэнергии хавк увидитель геракаб 47 отлично сейчас миссия ребят вот она 5 ученых бабло или штурмовик короче смотрите индия точно игнорится потому что здесь она не выйдет после того как мы заигнорим здесь 5 ученых что в принципе неплохо здесь штурмаж сержант который у меня во первых штурмажа нет ему точность не важно надо выбирать между бразилии и канады бразилии и канадам канада выйдет одна бразилии выйдет одна пофиг да но бонус может быть от канады космос и атмосфера правда это не совсем то что нам нужно на самом деле у меня нет мест по штурмовика и нет желания его брать то есть я беру одного сейчас лемминга на второго снайпера и пытаюсь его найти да еще это рандом по штурмовику потому что может быть обилки не очень и может быть точность не очень насколько мне нужны деньги особо же не нужны штурм будет страховать потому что если кого-то убьют у меня хоть что-то гипотетически может быть на замену ой подождите ученые ученые же я сравниваю не деньги опять ученых пять ученых это много пять ученых мне в полтора раза сейчас устанут исследования нет ученых надо брать так значит берем лемминга тридцать один семьдесят пять приспособленец надо снайпера час на overwatch ставить он без штрафа будет попадать кариночка у нас дымит 2 хэвика качаются до часовой это overwatch женечка ничего короче хэвиков надо подкачать лемминга киллз остальное скорее всего уже в хэвиков для вторых ракет 6 киллсов 8 киллсов бессе 2 киллса и 4 киллса женьки подождите бесса женя блин сканирование дробоша нет ну ладно и кстати арморы реально могут хорошо зайти их тяжем потому что сейчас кальмары пойдут мне надо будет кого-то подставлять атаки ранений не получу а гренки да 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 гренки не так важны как во первых продаем сколько он там стоит один комплект 29 29 еще семерочку не хочу я тяжами на ранение на порываться снайпер то в безопасности с общим видом на саппорт от ну в смысле на кариночку общем-то пофиг вот а вот если тяж уйдет это так ну это как раз против кальмары кальмариков краски 2 хита но запасом небольшим которые их спасут итак пять ученых соколика был ап женечка 4 ориентировочный киллса 2 даже не 4 бесса 2 лемминг 1 но дальше опционально и так всем человек уже получается подождите надо соколика качать он же у нас сержант с большим количеством киллсов ему проще всего сейчас будет раскачиваться ну чтобы в школе офицеров пошла жара тогда без лемминг бесса соколик потом женечка как-то так грязи грены из инвиза действительно надежнее выбивать но не факт что они будут еще код как раз орет надо поехали так сойдет здесь тоже 4 пока но не по 3 ну и то есть если кальмара будут тупо 2 а так летун из имены сектоиды кальмара и все что угодно может быть бразильский ой не просят о помощи значит цель брать помню помню я эту карту или мою были были жертвы неизвестный поддержал на сумму 100 рублей чувствуется ты чувствуешь с какой брей эмоции признашу твое имя а миша немножко сукоризны но в то же время с уважением но нужна победа и опять не зачитали донат понятно этих проблем и ссоре пацаны за за такой такую подставу первый пак может быть здесь снайпера выведем на line выведем конечно же не торопимся карта сложная прислушиваемся фигмены пока только фигменов и слышал что проверяем пока да не проверил я пока соколик по прозвищу алиса это будет путать ну сейчас пулем точным если он там есть до летуны что видит снайпер ничего не видит снайпер это фланганули что по рокету раз два задеваем три задеваем бесси сколько нужно киллсов два киллса ладно хватит слишком хорошо под один рокет слишком хорошо стоять повышение бесса хорошо закрыли вопрос там правда дырень в здании и я недоволен тем как снайп стоит из-за этой будки ни черта не видит фигмены ракета сразу ушла видите как раз два три болеем снайпер на овервочи с пистолетом да у снайпа есть общий вид сектоидов пока еще есть так ну чисто в теории я должен сейчас снайпера наверно выводить сюда под следующий общий вид и к можно подвести сюда ой опасно было все равно летуны справа за домом скорее всего я помню пока ой опасным смотрим никого блин я на правых летунах помню отдавался снайп стоит хорошо под общей и наверное я пойду сначала ты мэдом ой смысле к этим клетунам они скорее всего здесь находятся что раз там были да 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 там же там подводим туда хэвика с ракетой ну один лейминг у меня стоит вот здесь вот просто убеждается в том что слева никто к снайпу не подойдет здесь я пожалуй с саппортом буду пулить поехали не едем да 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 они там меня и местами саппорт и и хэвику которого ракета потому что он не стреляет нормально из этой позиции подводим еще одного хэвика ну так чисто пострелять мне бы их без рокета убрать можно кстати на крышу прыгнуть так ну кариночку мы посылаем вперед она пулит скорее всего да там жизнь как где и стояли еще нас там снайпер видит всех 89 сто процентов по правому но погодите мне нужно сначала оценить что нас там по ракете а нет рокет отсюда тоже а нет руки накрывает кажется двоих правых как раз до накрывает но я пока не буду делать рокет потому что стою за full cover практически всеми есть еще дым поэтому зачем я лучше дальнего попробую скритом пробить 2 хитару скрюлят тут прячу хэвика вот так овер овер и дым ну флангануть они не успеют не долетят везде фулл каверы отступает один назад этот на овервотч на снайпер будет стрелять этот летит овервотч ловит женечка и попадает увы и овервотч окей чё я думаю надо стрелять и снова дым кидать то есть снайпер во первых стреляем раз потому кто уже ранен был соколик пытается хорош повышение у сокола слушайте повышение это уже шесть человек могу в отряда видят ли хэвики не видят хэвики только ты видишь ханкер делаем не лучше дым лучше дым и два овервотча у хэвиков потому что одного не видим я там пострелять могу кариночку не жалко пока что давай оп ну где оверт ребят ну боеготовность ведь они даже стрелять не хотят потому что видимо хотя в час овервотч срабатывает у кого уже нички опять тут сложно попасть попадает увы не должен на флангануть да у 2 врач хорошо тогда видим раз видим 2 уже не не должна стрелять потому что она ракетой страхует проверяем как вообще ляжет ракетам должна на обоих конечно же на обоих и ляжет соответственно здесь оцениваем только 57 по верхнему здесь оцениваем 60 ну короче снайпер стреляет по дальнему получается а у нее так и получается сто процентов он вряд ли убьет потому что крита не будет а так не снять и хита окей может быть мы тогда кариночка постреляю вот сюда вот все на роке тратит зачем тебе ее качать после чужения эти два класса возьмет это жилого лап нужен ей нужно убить четырех человек ну хотя это четырех сектоидов может быть этих меньше посмотрим до повышение есть уже нехорошо и у сокола из повышения но две ракеты минус убили только два паком клеммингу киллус нужен ты не слышим окей проходим потихонечку перезаряжаемся и торопимся не торопимся торопиться торопиться не надо есть еще дым один до баб жану обязательно качну ой надо было снайперу сейчас выберу сделать пусть если перезарядку не выбирает подряд опа а вот это неожиданно сектоиды и сын мэда остались я пожалуй лембинга немножко верну потому что отсюда надо снайпером валить болит реально закрыть что ли лезть на крышу не хочу а как хочешь я хочу проверить сначала вот эту длину если что отсюда забраться на крышу какие уже так дело простые там надежнее выходит так что мы потихоньку проходим 1 2 что непонятно они то ли внутри то ли сверху то ли за домом и при этом еще не понятно где сектоиды то есть я бы лучше сделал разведку проверил убедился чтобы например что сектоиды в левом здании находится так именно точно там это они ищут а сектоиды сравнительно далеко должны быть получается ходим пацанами подходим девчонками к рыночке розовый идет аккуратненько не торопимся надо будет сейчас еще свои папа довести так чтобы до сюда вот для начала два пока еще по три человека два пока фигмены там да и в курсе помню про то что ракет у тебя нет снайперу нельзя что составляет за ним слишком опасным тоже на пол хода подходит все кто это сейчас может отправиться слева нет так ну что я к углу смотрим никого хэвик сап хэвик а снайпер наверное даже просто вот сюда выводить она будет на следующий ход почему на следующий на этот вали сакули красавчик он всю длину простреливать если фигмены выйдут оттуда то да сектоиды в соседнем здании окей сектоидами попроще в том плане что во первых они слабее во вторых я точно знаю где они ну с хорошей прям вероятностью 1 хэвика оставлю здесь но это все равно нет недостраховка мне наверно в тыл нужно человек этого посылать будет чтобы он kill сделал то есть хэвик будет пулить пулить у двери ну плюс у него еще броня есть и сверху конечно же на винтовочку из хэвик встанет куда-нибудь сюда-сюда двое пойдут залезут на крышу снайпер тоже частично простреливает внутри ну так условно больше я его здесь оставил чтобы случае появления фигменов на этой длине он работал нормально ох ты как они либо близко либо в соседнее здание ушли забираюсь мэн и могут быть на крыше на соседней поэтому давайте не на полный ход подходим окей не торопимся не слышу подходим еще еще сейчас открываем дверь хотя вот этот хэвик не очень хорошо стоит да они правее будут или прямо под нами находится в случае хэвика я подведу сюда что если его а и не так так давай чуть-чуть еще продвинемся у кариночка еще прозвище шпилька открываем открываем все кто это ты человека где нигде сын мэн ближе чем секторами капец вот это поворот я к фигменам иду ну потому что как бы сейчас очень рискованно духа вики стоят снайпер стоит по крыше будем подтягиваться координаты получены да у меня либо внутри либо на соседней крыше я их могу увидеть уже вот отсюда не вижу так снайпер может на крыше поставить до снайпера пожалуй надо на крыше ставить пока не поздно он здесь уже теряет вид до попахивает полом двух паков но слева двери закрыты поэтому я надеюсь что еще снайпер не на позиции рискую щас да я поставлю снайпа где-нибудь на край крыши вот справа так чтобы ты меня его не видели но он как бы видит что надо мне лучше вот так вот так уже безопаснее тихо где они вроде бы снизу опять сектоиды шумят ладно сектоиды там двери там стенка глухая так чё проходим проходим давай куда вот они помещение в иглу и все внутрь ох меня обойдут скорее всего значит здесь один тут двоем справа не обойдут выходить он будет он будет выходить снайпер не заметит я наверно одного хэвика подведу вот сюда вот чтобы его не видели но он смог подсвечивать всегда раз а вот этого хэвика возможно даже а я могу его сюда подвести потому что справа не уйдут тоже а я тоже могу им участвовать давай аккуратненько все есть overwatch здесь надо разделиться может дым кинуть пока мы у снайпер они не увидят в любом случае могут увидеть давай лучше закинь дым лучше не рисковать этого лемминга поставим на овер чтобы короче подсвечивают для снайпера если они выйдут резко прям но они должны успеть выглядываю из-за угла смотрю вижу одного у кавер снайпер что снайпер общий вид хорошо восемьдесят девять с критом давай хорош тащит соколик тащит здесь надо бы дверь открыть потому что есть риск что меня парочка обходит нету их не вижу я их они могут быть так значит один вышел до 2 двое точно внутри этого надо выводить понимаю что может быть overwatch они еще на крышу могли выйти так здесь скорее всего овер лемминга я просто подведу вот так чтобы он смог на следующий ход гренку если что кинуть даже вот так здесь тоже ханкер не хочется делать потому что острый угол хорошо бы опять за угол уйти самый главный вопрос к бессим идет на за угол или не идет идет не увидим фу хорошо ханкер овером да человек они очень точные то есть тут лучше сектоиды подо мной внизу окей он запрыгивает о нет это тоже запрыгивает но вроде нет ходов есть ходы капец лемминг но пронесло капец как же пронесло какие они ловкие снайпер видит двоих 89 89 овервочей нет тут мы с фланга убиваем дальнего мы не убиваем а ближнего хэйк например сможет взять щене как я думаю надо вот так вот вставать убивать гарантированно этого причем начиная со снайпером то есть сначала по нему ударить я скорее всего не убью но главное попасть 89 блин 89 капец это уже очень плохо ребят он меня не видит но может гренку в него кинуть тогда лучшим снять у него vision и пострелять скажем хэвиками сверху вниз и тогда этот его увидит короче надо сейчас сэйвить снайпера за счет лемминга я все равно перевожу сюда но кидаю да не убьет а никто гренку не может больше и не может здесь фланговать будут хэвиков ёпрс а ты как же быть там отсюда я его увижу ладно с этим понятным поэтому фланговать будут могут что процентов гренка чтобы нам снайпера засейвить уберем этот угол скорее всего его увидит сап и смогут увидеть хэвики снизу сап не видит но вот отсюда увидит молодец кариночка давай 80 процентов тебя не нужно качать дурочек и ну вы же хорошо стоите против тех я не хочу хэвиков подводить попади просто 89 ну так расчет на хэвиков отсюда этот увидит но женщина могут тупо флангануть раз два три 4 5 6 7 не не фланганут женщина должна спасать виде двоих стреляет 80 скритом давай родная умница умница то что некоторым так еще остался на страховке один хэвик но я вот не знаю стоит ли бэску подставлять я вот сюда зайду меня фланганут я хочу овервочность и больше овервочность а я могу вот сюда вот стать он же мне не увидит отлично здесь уже овервоч с богом если стрелять то он он пол пониза скорее всего будет очень острый угол отравляет ефу хорошо не выстрелил так без паники мне есть у тебя армор все нормально так нам нужно лимминга вообще в kills сделать на этот ход мы вообще до него достаем хэвик мне больше бас интересует не факт что мы его убьем в этот ход совсем не факт так кто может безопасно убивать болеем может вообще в дом и лечиться женечка ранен у нее видите штраф идет ну дома лечиться не факт карина фланганет но кроме нее и снайпер никто не фланганет короче надо короче спасать наверное кариной она не фланганет там же полу укрытия капец что я делаю не торопись не торопись подумай в чайку налей подумай хэвиком я первую очередь проверил что он не добирается наверх по лестнице может отсюда пострелять бессом там штраф будет стрелять там могут многие так а если отступать во первых отталкиваемся от карина на под фулл кавер например да главное женьку увести нет нормальных укрытий блин а там если кто это помогу с полиц а если сюда сюда кстати хорошо допустим же не уходит сюда бесса тоже может туда срывком он не даже сверху не увидит этим не обойти может болен чертов фильм на крыше и на овервочек ждать смысле на пяти овервочек никак не получится потому что кариночка уже один овервоч минус это из-за жени которая ранен то есть тут 5 овервочек это чушь конечно так ну допустим бесса увидит фулл кавер ее бонус сверху вниз так ладно кто куда может прятаться просто ты вот сюда вот за углы раз тебя и так не видно снайпер ориентировочно снайпер вообще валить надо ну либо сюда либо валить ну скорее всего сюда не лучше валить валить куда-нибудь вот так вот даже ну на одну клетку чтобы сектоидов не спалить чтобы он тебя не видел но ты его следующий ход нет его следующий ход не алё так мы можем его спровоцировать на спуск если сможем спровоцировать на спуск то я снайпера просто выставляем длину и начинается другая совсем игра кариночка может уйти сюда она может идти и его ее ее не замерят ок женщина уйти тоже может может ну димка тоже а я его не пробью траекторию побега может спулить сектоидов на божит спулить обогнали мэда буквально да ладно что нас так много даже 1000 смотрит как правило они 2 наверно 2 200 в моде мы не обогнали 4 300 у него как 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 обычным куда нам абрам короче смотрите снайпер на овервотчет фэйл надо подставлять да давайте попробуем свалить просто только снайпер не сюда а на случай если он просто будет продолжать стрелять вот сюда норм да его не видно у тебя хотя в следующий ход будет ход кариночка должна уйти так чтобы не видели скорее всего вот так вот не видит ты и так не видишь женечка скорее всего сюда вот потому что так так и не будут видеть и она недалеко от карины получается абэс и наверное внутрь надо сходить я подставлю лейминга на овервотч чтобы когда он пошел он увидел его могу в общем то подойти вот подойти вот так вот хэвиком тогда он минимум не увидит до тех пор пока не спустится с крыши на следующий ход буду поближе да да с богом пацаны теоретически он будет видеть только лемминга овервотч о чем сделан пошел потом еще раз пошел что стрелять не будет похоже так быстро женьку лечить ладно любом случае не сюда скотина так во первых карина спрыгивает лечит снайпер опять не работает блин ханкер то ровить будут не нравится мне все это короче я хочу сейчас цингменов а попробовать обойти леммингом потому что нет это чушь я могу спулить могу спулить или вот с этого угла вообще обходить но это долгом а толку мне все равно нужно это делать раз рискуешь и нормально все так же не ходить может но она не точная гранат у нее нет скорее всего бесса должна уходить за угол соколика как-то вроде надо подводить но я не знаю наверное я побегу просто сюда и попробую вот так вот на овервотче но это фигня я только могу на крыше его снимать и может быть стоит просто сейчас встать на овервотч и все так осталось два тяжа бить я его не смогу я ухожу за угол если карину не видит он вообще никого не видит женька перезаряжайся с богом опа он да нет ой испулилили пак ну ладно хоть тэнгмен никого не убил овервотче есть ребят ну так двое здесь двое здесь а где фигмен куда он бежал то он туда же побежал отравление нужно снимать срочно но саппорт у меня подставлен с фланга наверно надо хэвиком сюда бежать нет там фигмен и я его не убью ай 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 соколик не надо не надо снова сейчас перегруппироваться пацаны надо убегать пойти параллельно лечиться что иначе жопа сокола кстати можно на крышу на эту поставить за два хода ой соколик а травы нет уже но все равно подлечить нужно одного лимминга я точно оставлю здесь потому что бафер сектоид скорее всего останется тут это раз бесса должна пацанов оттягивать желательно привлекать к себе внимание поэтому а тут рывок понятно что он может флангануть там два сектоида и еще один химмен и их не уничтожим и нужно находиться с одной стороны где-то рядом с другой стороны угол там дикий так а женька куда пойдет с этим с кариночкой скорее всего за эту машину увы ну ок хорошо тем более Жень никого не видит Карину могут убить можно вот так вот рискнуть но это неправильно можно вообще отойти дальше это уже не отойдешь окей тогда лечим Женьку жалко конечно ее будут стрелять так ты ждешь придерись Женщика на овервочи естественно а тут у меня кроме вот этой точки особо ничего интересного и нет овервоч с богом сектоид подходит но овервочи ребята ну Женщик стреляет но у нас со штрафом к сожалению мажет фул кавер боеготовность окей эстинмен беспокоит это фул кавер это так машина не загорелась бафов не было что снайпер ничего снайпер поставить поставить его сюда или вести дальше поставить его сюда общего вида сейчас нет капец погоди давай посмотрим что у нас тут откроется так сектоида одного вижу мэна не вижу это скотина тоже на овервочем если я забегу и даже если убью сектоида получу кстати фраг но я славлю от мэна но зато узнаю где он нужен ли мне лемминг нужен и нужен один килл схему фул кавер фул кавер это овервочи понимаете надо в ханкере сидеть короче говоря хотя этот уже ко мне забегает успели я зайти так что он меня не увидит успею а просто обходит у меня следующий ход тут либо перезарядка либо мы ходим дальше я хочу этим еще ворваться просто потому что не знаю где и это мне поможет как бы здесь повоевать то есть если еще и мэн сюда третьим придет это будет жопа но я могу отойти скажем за угол или хотя бы сюда нет овервоч будет так давай сюда мы можем фланга дать его давай может вы прочь быть но его нет 75 давай токинс есть уже хорошо да наверно ханкерить надо соколом действительно это более безопасный способ а здесь вообще всеми ханкер над делаться просто просто все ханкер никто никого не видит сектоид заходит вроде фулл кавер овервоч окей снайпер видит не видит ни черта сокол так что делаем здесь за угол аккуратненько да никого или бежать просто леммингом да беги просто чтобы тебе о вижу фигмена на овервочем достаточно далеко жалко что сокол не работает прям вот очень жаль если я так пробегу он на овер меня словит я конечно могу это и попробовать типа с угла с острова но здесь же thing man плюс еще один сектоид где-то наверно надо еще ход ханкерить можно кстати кариночку наверх пустить она его может потом обойти кстати классная штука все равно что овервоча сейчас не будет потому что не видит ни черта из-за машины о увидел разок ну ничего страшного и в этот ход просто обходим да только укрытие и снайпера я уберу потому что могут запрыгнуть ты не уберешь снайпера Вась успокойся снайпер на овервочем тут ханкер даун тут ханкер даун с богом снайпер если попадете кто это скорее всего убьет потому что у него thing man подошел к леммингу как достал то ой как мне повезло машина горит правда валить надо если кто это выходит фланг фланг нет беги беги просто беги она никогда не бежит дура все минус лемминг пользуясь случаем надо срочно пока не запаниковали людям так а здесь был вообще выстрел или нет там тот продолжает на овервоче сидеть да козлина сокол продолжает ничего не видеть ему я думал я думал как то может зайти увидеть всех хотя бы я тогда thing man ну вот я так вот thing man могу увидеть как то да не не увижу я никак его в любом случае обходить надо тут ханкер тут овер капец да взрывается машинам главное чтоб сильно не паниковали thing man запрыгивает на крышу ой сейчас увидит ой срочно срочно thing man топ 1 thing man 89 с критом давай давай соколик прошу тебя 4 хита ну неплохо хорошо попал хоть крита правда нет так кариночка там полуукрытие да 56 фигово а этот подходит тоже овервоч а нет он не подходит гад так не торопись прошу тебя не торопись тот далеко thing man вообще кого то увидит следующий ход 1 2 3 4 ну снайпер он точно не увидит поэтому я наверно кариной спрячусь так чтоб мне вообще не было видно это раз здесь овервоч продолжаем сидеть в ханкере к сожалению продолжаем сидеть в ханкере короче подходит ой отошел так карина пытается понять где thing man не видит его оооооооооо так может поменять вообще с позицию то а сокол так не дачно стоит он должен стрелять 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 короче а сокола поставлю а если этот наверх идет поверх уйдет но сокол точно упадет короче сокол в два хода уходит вот сюда вот просто еще перезарядиться тут ухожу 1 полин как же рискуем потратил 2 о я тут могу обойти давайте-ка 1 ой 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 я как жизнь обходит следующий ход бассе надо стрелять 70 процентов капец как не хочу его губой совете но женька с фланга с получит 1 2 3 4 5 6 7 не получит нас флага никак и ты не получишь фланга все сбором сектой подходит опять к этому баку ой где-то цемена его уже нет но снайпер с общим видом сектоида может пострелять 69 2 хита снял уже неплохо кариночка может смелее подходить ну как смелее там еще один третий сектоид же есть или елыш как-то так а с ней они не 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 нет чушь делать там оцени вероятности посмотри где 2 сектоид 59 неплохо могут убить следующий где этот тиммэн чертов он пришел сюда мне кажется надо отсюда вообще валить куда-то сюда то есть пытаться сектоида отстрелить кариночки стрелять или не стрелять если она стреляет то убивает скорее всего у меня тут фланг вырисовывается в теории он мог вообще на крышу запрыгнуть это вообще жесть будет да или он там за остановку ушел то есть я должен хэвика отсюда просто уводить а уводить мне его некуда потому что здесь это тупырь еще должен кариной стрелять надеяться на то что все будет ток давай садить поди полин твои налево делать не минус кариночка страшно минус бэса страшно потому что тут фланг что могу сюда уйти за кавер но он с легкостью обойти может и сюда не хочу потому что короче надо overwatch здесь ставить да а здесь уходить в угол нет он не за остановкой овервотч женечка попади попади прошу блин мимо чем не могут фланг донуть хэвиком до минус хэвик так надо в два хода все убил поверил там упырю который сказал что за остановкой он козлина ты твою мать минус карина сокол никого не видит спасательный дмитрий михайлован нет не надо никого спасать надо их пулить на снайпам который наверно очень не промахивается сам мог ходить сюда и делать и вырвучно или ханкер не то беги беги снайпер сами просто не просто не просто найпер капец где снять так-то много верить седет снайпер опять никого не видит там что видеть давай так обойду овер где откуда там сектует еще один капец точно там же последний сектует еще дмитрий михайлов умирает скорее всего я вижу thing-man thing-man пытаюсь убить 89 процентов бываем от ханкер хотя еще один ход можно спеть вижу он снайпер его не видит там овервотч твою на левом я побегу я умру скорее всего там еще этот гад давай сюда увидит а снайпер не видит 55 перестреливаемся нет не перестреливаемся простой врач чтобы снайперы увидели блин рискую на твою налево ну без умирает да ну ты это не дмитрий михайлов это бессом так сокол опять 25 нихрена не это самое не ален видит он сейчас вот того да я не знаю где 2 он может обходить меня справа мне лучше вот так вот есть как-нибудь в ханкер тут тоже в ханкер снайпер видит сто процентов меткость давай скритом как же вы песите там главное что правый не вышел на снайпера тот глухой обороне сидит так на и побежал к нему а нет 81 давай снайпер добей хорош так тут встаю за фулл кавер открываю дверь не вижу ханкер я наберу леймингов я буду за ними так следить как никогда не следил подхожу сюда не вижу а снайп пустой зарядку пришло так давай-ка внутрь лучшим где понятно короче снайпером на углу женичка и вот сюда вот релот ханкер сейчас мы его слева попробуем подсветить блин зачем я бы сквадал 1 кого да он там просто я его из-за багнутой стенки не вижу опасно не не опасно он же да как почему ты это не видела нет женечка прошу тебя ой блин ой блин ой блин снайп видит нихрена он не видит его видишь 67 блин нельзя рисковать 67 это не верняк плюс еще там стена подгорает ооо два хита то есть снайпер мы просто подводим он с критом сможет следующий ход убить главное чтоб не свалил далеко светим же не по возможностям и опроса темп да вы издеваетесь да и стенка там он направо ушел до я пошел за ним по крышам здесь на увере просто сокол если что-то кто-то выйдет он не промахнется четырех человек сериал ой трех ну главный тяжа второго жалко конечно ну где ты а даже так он может мне снайпер обойти капец давай так да он на 5 сидит там козлина как лучше упасть вообще тут вариантов немного то то есть падать типа туда нужно вероятность будет аховая но он бегает еще от точки до точки ой не так не надо подходить прямо вплотную смотрим где он там же сидит а снайпер сколько в общем 87 на без крита я не в тыл к нему падаю понимаете я падаю к нему не в тыл вероятность будет хорошая там где-то 80 87 в результате хотя это хреново 56 чушь какая я его здесь не убью что ты делаешь скажи мне вот что ты делаешь тебя сейчас фланговать будет вообще капец куда я влез может может овервотч тогда поставить двойной мне точно не обойдет или овервотч поставить женичкой стреляй говорит да толку от стрельбы с пистолетом так давайте проверим сначала 56 капец а сокола я отдам если сейчас буду стрелять увы увы я его отдаю поэтому я лучше обойду я в любом случае не снимаю у него эти хиты пистолетом овервотч это хорошо еще одна попытка пострелять 56 давай хорош какая миссия дикая три человека минус звание то конечно по получали но сейчас нужно массу леммингов набирать массу просто массу это какая-то чудовищная ошибка 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 сокол получает плюс 5 к точности две гранаты конечно да парализатор женечка капрал получает низкий силуэт полезнее будет ситуативно на поезде медали надавали конечно ученые дали командир денег нет кстати у меня там есть штурмовик есть саппорт их будем качать защита укрытия соколик уйдет шестом по пацанам то да саппорт и штурм с хорошими характеристиками плюс один лейминг еще нужно больше 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 лебенгов так продаю трупы покупаю о нет не покупаю в школе офицеров уже поймем ли мы что пора остановиться когда подойдем к некой запретной целительный йод нужен или мы готовы пожертвовать всем на свете и личный пример нужен надеюсь что нас ждет лучшее будущее и капитан нужен налоги и пришельцев не попадут в дурные руки деньги 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 нужны сейчас миссия будет что мне важнее сейчас взять один ап например на целительный йод нет важнее сейчас четырех лет нет раз два три лейминг пока есть закупаются быстрым давай лучше целительный йод возьмем для того чтобы если в случае там ранения не дай бог ну что с богом паника паника и ложечку сейчас маленькую какую-нибудь спасибо может стоит вкачивать штурмаша с рефлексами для таких ситуаций может быть к бою готов сбиваем и на ложечку три пака ну вот это как раз способ сейчас во-первых надо сокола докачать до звания это точно соколиками берем берем штурмовика точно мы берем ларсона саппорта свеженького и берем нового лейминга гибсону у женичка точно в арморе штурмаш с дробашом пусть будет и с гранатой тоже пусть будет саппорту медикит можно личный пример еще нафармить почему женичка командир соколика 73 дайте личный пример там за 25 баксов чтобы же не там не паниковала у нее 30 за 25 кажется и так в этой миссии мы даем один киллс леймингу леймингу все остальное соколу чтобы он апнулся по возможности и я взял шестого человека в командах так этих я переименовывать не буду соколу тоже только увеличиваю характеристики 73 на 103 73 на 103 у него приспособление с парализатор общий вид 103 точности с марным на этой ложке я помню в прошлый раз отдался правильно до гипсона качаем 29 75 точно качаем гипсона другого нет так против кальмаров гренки есть поехали так хорошо начал да по клетунов по клетунов застрял на фигменах ну крыши там жесть следующая операция пройдет в японии корабль упал центр я рейнджер в районе крушения противник я здесь вообще ни разу не играл шнурм один готов занять корабль вас понял рейнджер вообще ни разу шнурм один попытайтесь войти вижу массу машин фулл укрытие пределах досягаемости а нет крыша подобная была вот отсюда снайпер хорошо идет хорошо давайте тогда потихонечку двигаемся вот здесь тоже фулл кавер вот сюда вот двигаемся аккуратно аккуратно слушай окей сделаем ай ай командер ай ай командер ай 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 командер трепака летуны ай вижу мэлт поехали ладно давай снайпопа доведем режим а то тут мешает мне стрелять эта красная машина с фулл каверами прям по курсу летуны не успею забраться и скорее всего это не имеет смысла мне нужно как-то эту хрень обойти скорее всего снайпера вот сюда вот уведу подожду ход для выстрела снайпера и буду подходить раз два три четыре с вручную 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 беремет нет не нужно мне сейчас ну чё пулим с угла получается раз никого потому что тогда я наверх успею добраться так давай-ка туда хэвика поставим не не надо мне тут ничего не мешает вообще не может мешать это возвышение как раз мое поэтому я подхожу о не вовремя ларсон стреляет попадает на единичку пак из двух да пак из двух то есть тут три пака по два овервощи будет нет и женщина уверен умничка умничка попала женщина получает повышение тут общий вид 75 с критом поехали 5 хитов можно гренка и лемминга попробовать прокачать гипсоном может спулить новый пак это мне не нужно воно сколько ты не докидываешь четыре клетки серьезно да это вперед надо бежать что делать дымить пожалуй дымить и овервотчить или агрессивненько сыграть а давай попробуем о достаю фуджитой но не хочу фуджитой это делать я как раз хочу леммингом главное не спульчатся на одну клетку молодец гибсон гибсон лемминг стреляет убивает хорошо все остальные келс и снайперу надо делать я в пути кажется кальмары следующим я думаю надо забираться наверх о бесса позвали вы увидели как какой дрессированный код как только ключевые слова говоришь так отлично тут никого не спурили значит снайпер занимает тут главное дело даже не в не в бонусной точности десятки а в том что у тебя открывается вся поляна просто то есть ты спускался опасно спускался сектоиды ой а вот это очень плохо снайпер не вовремя забрался все переходят сюда ну сектоидов парочка будет поэтому штурмовик проверяет агрессивно бежим так агрессивненько все снайпером все снайперу ради звания и ради что у человека они в ангаре что это за звук там ворота достаточно широкие хэвиком не стоит пока подходить тут неудобно штурмовик не видит лемминг подходит да этот угол ему позволил увидеть снайп может не выстрелить может по одному 95 с критом поехали по фулкауру видите как хорош еще по второго забрать имеется ввиду чтобы не убить кем не попадем забегая лучше вот так вот анкер давай овер на ларсене потому что я не хочу чтобы он к снайперу каким-то даже гипотетическим чудом подбежал хотя сейчас может по саппорту из-за этого выстрелить блин а по ханкеру странный товарищ он больше никого не видел так снайпер снова 95 стреляет по этому фул кавер причем хорош это был второй пак еще третий я не слышал никого больше с той стороны поэтому я двигаюсь стороны нло она там вниз будет да крит с дробаша меньше четверки не бывает правду говорят но мне не нужно сейчас с дробашом врываться я объяснил же почему мне снайпер нужно качать так ну подходим двигаюсь к точке мне кажется там сикер будут потому что мы ничего не слышали по звукам больше так перезарядиться нужно снайпером зря я полезу вперед да никого не слышно то есть это кальмары у нас спешу нет у снайпера плюс есть повышение будет у снайпера плюс да повышение будет давайте тогда женечку ау что такое код тебе повернул монитор да я не знаю как это сделать скорее всего на ноутбуке сочетание клавиш function плюс какой-то из f там должен нарисован быть монитор или как-то ну короче код код новых высот достигает ему уже не хватает отправлять ночью сообщения в скайпе не хватает отправлять факсы ночью открывать 250 вкладок в браузере тоже открывать помощь в гугле интернет эксплоер десятый она теперь начинает переворачивать изображение причем переворачивает так что мама она проходит как бы лапами и все и а мама все уже не может так слишком сложно плюс не у снайпа да плюс хэрик почему-то там шумят внутри плюс у женички почему у снайпа это типа он лидер да или что он тролл альт плюс стрелка подсказывает там пишу так давай ка я лучше обойду хотя бы парочкой сюда разделяемся на 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 по на 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 Ну, в такой месяц они уже с тремя паками. Ну, попробуем. Маленькое мануло на втором месяце меня поджидало 10 человек. Может быть из... А, оно сбито было. Точно. Все, все, все. Я туплю. Это же сбитое мануло. В несбитом, да. А вот в сбитом нет. Уже иду. До снайпера мы бежать и бежать, поэтому... Я не знаю, зачем я, в принципе, подбегаю всеми. Это глупо. Мне нужно просто спулить одним и снайпером бить. Так. У Лейминга киллс есть. Я штурмовиком, наверное, спулю. И Хеллика бы подвесить, на самом деле. Ну, а вдруг что? Ракета может помочь. Переключить надо на дробаш только. На градобаш. Ну что, пулем кем? Я бы вот этим вот пацаном подбежал. Но я не с пулей таким образом. Зато я смогу... Хевика подвести. Сейчас, сори, что я торможу, в конце концов. Снайпер должен аутсайдера добить. Тихо. Слышали что-нибудь? Пулем. Сейчас точно следующий ход к пулям. Саппортом. Рокет есть, штурмовик с другой стороны есть. Снайпер вроде тоже есть. Поехали. А вот он. Может, гренка снять надо будет стенку. Штурмовиком, наверное, это сделаем. О-о-о! Ну вот тебе и снайпер. Так, а у этого есть? У этого гренка есть. Ну мы убиваем гренка плюс. Жалко, снайперу киллз не надо. Не, ну я еще могу отступить. Но Overwatch его и все. Он же ничего мне не сделает. Конечно, ничего. Ты неуязвим, Миша. Поиграй с этим аутсайдером. Поиграй с ним. Больше аркады добавь. Свой и без того рандомный геймплей. Как? Какой? Минус штурм. Но зато снайпер будет килл сейчас. Как нет подходящих объектов? Вот он. Какая же не скорость-то, капец. О, появился общий вид. Хорошо. Ты серьезно? Ты серьезно? Как он добежал вообще? Он же здесь стоял. 20 ходов у него, что ли? Ну, сейчас до снайпера добежит. И давай его с гренки убьем. Не любила я штурмовиков. Никогда. Все в порядке, шеф. Все в порядке. Узбогойзе. Ладно, хорошо. Есть. Второй снайпер. Точный. И Женечка ловла гроза у нее прозвище. Так. Гроза у нас будет. Шреддерд, рокет, конечно же. Хотя гренки приятно, но шреддерд лучше. Гибсон 81. Точно шестерку дали. Хорошо. И Лериум. И прочее, прочее, прочее. Надо Лемингов сейчас брать. Лемингов. Искать. Скорее всего, тяжа. Ну, в любом случае надо искать сейчас. Потому что... А что еще делать-то? В школе офицеров, соответственно, я ничего сделать не могу. Кроме железной воли. Мне вот нужен размер отряда. Майор нужен. Майор. По постройкам модуль спутниковый делается. Лифт мне не нужен. Может, пригодится лифт. Электростанция делать. Ну, новичков покупаю. У меня там, может, кто-то остался еще. Нет. Шесть рекрутов беру. Они приходят. Мы выбираем лучших. Тридцать девять, восемьдесят. Раз. Одного. Одного просто, понимаете? Остальные все шестьдесят. Да, дерзкие же будут. Никого не боитесь. Сейчас будет проща же. Тринадцатое апреля. Ребята, у нас осталось-то сорок шесть дней до запуска спутников. Сорок шесть дней. Четыре страны вышли. Террор еще сейчас будет. Раз, два, три, четыре. А мне нужно двое. Надо брать там среднячка. Хотя нет, подождите. Там же хэвика мне дадут одного. Мне же дадут на проще хэвика. То есть сейчас мне нужно просто качать нового снайпера до общего вида. И взять тупо вот этого точного. Пофиг, кем он будет уже. Соколика до следующего звания только. Женечку не качаем. Качаем Гибсона. И один килл с этому. Скоуп надо купить ему. Нет, граната пусть будет. С гранатой он быстрее реально прокачается. Электростанция готова. В теории можем построить лифт. Для того, чтобы гипотетически можно было сделать в третьем модуле спутниковой связи. Ой. А, это понятно. Шестнадцать ученых. Тридцать пять. Три снайпера. Почему три снайпера у меня? Два снайпера. Не факт, что это снайпером будет. Да, пара еще может по этой самой понадобиться. Так, или не забить на третий модуль спутниковой. Я все равно вряд ли уложусь по времени по нему. Лифт десять, это не, я не успеваю модуль спутниковой сделать с третьим. Да, электростанция, лифт, я никак не успеваю. Ну, лифт можно сделать просто потому, что он в любом случае пригодится. Он такой... И непонятно, когда он может пригодиться. Опа. Пришел вызов по защищенной сети. Ой, предвестник. Это, кажется, та дикая с имменами, с паками и прочей хренью, которую я хочу скипнуть. Это где-то... Гуф. Ну, типа можно с леймингами сбегать. Это потеря времени, на мой взгляд. Скипаем. Средний налог. Ох, дай бог его сбить, а. Вот это будут деньги и три пака. Главное, чтобы он не улетел. Давай, пять выстрелов, пять попаданий. Давай, раз. Ну. Попал. Два попал. Давай. Три попал, хорошо. Еще. Четыре попал и пять, давай. Кроссовчик один справился. Так. Вот теперь все серьезно. Два самолета в ради... Разве можно отправлять? Герцог. Так, снайпер, снайпер, тяж, саппорт. И вот этого нового. Левый снайпер будет с гренкой. Ну, чтобы, да. Соколика качаем до ловелапа. Этому киллз. Киллз. Максимум до ловелапа. Может, даже соколика первым. Аутсайдер передает, что хочет поиграть с тобой. Окей. Поехали. Вот тут как раз будет три пака по три. Они вот как в прошлый раз. Не люблю эту карту. Она, кажется, маленькая. И... О, я здесь вообще не помню, как я играл. Он не знает. Жесть какая-то. Вторые ярусы. Вот, ложка. Судя по всему, да, высоту надо снимать. Быстрее. Снайпер надо вывести. Ну, кое-кого видит. Но, учитывая то, что я не знаю размер карты, вроде она, кажется, очень небольшая. Да, она очень маленькая. И тут вокруг три пака. Ни разу точно не играл. Одного нужно слева оставить. Хэвика я, пожалуй, подведу под... Давай на одну клетку дальше. Чтобы я Хэвика смог подвести так, чтобы он простреливал значительную часть. Отлично. Так, теперь снайпер. Мне кажется, вот эта позиция будет хороша. И справа все. И вот здесь вот хороший угол. Второго снайпера пока сюда же. Да, у него нет общего вида, но тем не менее. Поэтому на всякий случай влево, чтобы он тут... Слушаем внимательно. Финьмай на секторе. Здесь инвизны все вроде. Вроде все паки рандомные. Ну так, к слову. Практически всегда, в отличие от... Ну, кроме этого миссии с советом. Ну что, я пулю леммингом? Пули шли? Не, не пулю. That's what we're looking for. Вижу мед. Хэвик пусть подождет. Второго. Сапа подожду. Мне направление хотя бы узнать. Первый пак. Понимаете? Реально, места очень много. Сектоид прям по курсу. Снайперы против них не работают. Надо снайпа на место хэвика, например, ставить. Так, у Женечки низкий силуэт. Это очень хорошо. Помещается. Я тороплюсь. Я тороплюсь. Поехали. Вас понял. Никого. Никого. Хэвик ближе. Снайпера подвожу. Он без общего вида. Он должен быть рядом. Ох, близко. Тихо. Слышишь? Жесть какая. Справа чисто очень хорошо. Окей. Ну, вроде, снайпер стоит у меня хорошо, второй. То есть, у меня тут поляна открыта, в общем, пока что. Ну, заходим наверх, видимо. Опасным. Никого. Чего это такое? Где трипака? Фигмены с левым. Эй, слышите? Так, у снайпа тут уже Вижн перекрывается частично. Это еще хуже позиция. Так лучше. Опа, вот они. Сиктоиды. Маккарти стреляет на овернг. Попадает. Это леминг, по-моему, новый. Есть, кажется, еще один овервотч. Ларсен. Мило. А, вот это хуже. Один на крыше. У Женечка овервотч. Попадает на четыре. Молодец. Капец. То есть двое снизу, один сверху. Женя видит этого, точно нужно добивать. Что он уже в неприятной такой ситуации встыл. Это раз. Дальше, я думаю, не стоит жалеть ракету на этих двоих. Только вот я не помню, где второй. Кажется, они там рядом. То ли он здесь, то ли здесь. Одного ракета... А, он сверху же ж ежик. Точно, сверху это проблема. И сиктоиды еще мешают. Тут травить еще могут. Капец. Кто опасный снизу? Короче, нужно в любом случае сейчас рокетом кидать, убивать хотя бы одного фигмена. Так, там еще справа сиктоид был один. Может быть, в теории его тоже задеть. Поехали. Ну, там двое сюда, один сюда куда-то пошел. Но я не вижу, где он. Есть, убились. Отлично, минус два. Одной ракетой. Но остается трое. Плюс еще третий пак. Тут с фланга мы не подойдем, но разбегаться надо. В общем, можно... Гренку было бы кинуть. Если бы... Ну, две гренки сюда закинуть. Если бы не двое вот этих вот упырей. Которые меня флангуют в следующий раз. Дым может спасти. Можно разбежаться более-менее так. Аккуратненько. И кинуть дым. Женька, правда, под полукавером. Но он ее пока не видит. Флангани верхнего. Ну, как флангануть верхнего, если по клеткам получается, что он... Вот поэтому флангуется. Вот по... А хотя, может быть, и получится. Не факт, что я его увижу, правда. А кто тут самый точный? Ты не самый точный. А снайпер-то что? Гибсон. Неплохо. Семьдесят четыре, жишь. Проверь вот так вот раз. Есть фланг. Вы правы. Восемьдесят. Надо стрелять, надо. Пофиг на этих сектоидов снизу. Есть четыре. И в теории я могу сейчас гренкой его уже добить. Могу сначала снайпером стрельнуть, учитывая то, что надо его качать, и эти меня не видят. Давай. Семьдесят четыре. Блин. А теперь жертвовать нужно гренку. На него. И подставляться под сектоидов. Потому что я теряю снайпап. Блин, что ж ты делаешь? Или подойти сюда и кинуть дым. Или подойти сюда и кинуть дым. Он снайпера видит, ему пофиг. Надо идти, короче. Тот товарищ... А вот это очень плохо. И пак сектоидов. Это точно гуф. Сап. Убиваю последнего фигмэда. Третий пак пришел. Может, нижние сектоиды не видят вот этого саппорта? Может, они не пойдут? Может, они влево пойдут? Я не знаю. Я надеюсь на чудо какое-то. Пять человек внизу. Подходит. Стреляет. Нет. Попадает. Ларсон паникует. О, хорош. Умничка. А ты пока по верхнюю, что ли? Повезло. Так, и еще двое. Заливает. Может быть, и хорошо, что они не оба стреляют. Но опять, это сейчас будет где-то процент в 55. Это 65, скорее всего. По верхнему. Один хит. Повезло. Так, саппорт. Живой. Так, Хэвик, на тебя надежда. Что видишь? Что не видишь? Какая убогая тема. Снайпер тоже никого не видит. Ё-моё. Надо валить отсюда, я чувствую. Просто на длину переходить. Снайпер, по крайней мере, сюда переводить. Хэвиком там в ханкер куда-нибудь скрываться. А пацанами сверху... Вот, общий вид есть уже. Там очень небезопасно. И здесь небезопасно. Везде небезопасно. Здесь он безопасно. Плюс геренку можно будет кинуть. Как подойдут. Сверху фулкаверы далеко. Да, давай сюда. Еще валим оттуда нафиг. Ханкер. Ты тоже должна стягивать их. Хотя этого товарища будут мочить. Можно попробовать... Не, вперед вообще чушь. Там и снизу могут, и укрытий нет никаких. Тебе нужно убежать. Вот прям как снайпер, например. Только лучше. Наверное, сюда. Вот сюда. Самыми безопасными. Так, сейчас очень важно хэвиком выбрать мест. Но, скорее всего, он пойдет вот куда-нибудь сюда. Или сюда. Полуукрытие под ханкер. Поближе, скорее всего, сюда. Все равно не обойдут. Так, а ты можешь еще отступать дальше. Ты и так достреливаешь. Давай лучше так сделаем. Ханкер даун. С богом. Пять сиктоидов. Киллсы снайперу. Ну и Леммингу, конечно же, раненому на единицу. Двое бафают, трое действуют. Подходит слева. Подходит дальше, два хода. Подходит просто на Overwatch. Сел снайпер в виде двух. Конечно, баг, что нет подходящих целей. Баферы далеко. О, вон они двое сидят. Я еще одного не вижу. Сто процентов меткость раз. Семьдесят пять процентов меткость два. Соточку. С критом. Давай, Соколик. Ну, он опасный самый. Слева обходит хэвика моего. Хорошо. Можно вообще сейчас сидеть к хэвикам, а всеми вообще валить. Да потому что не нужно мне это все. А, нет, тебе этому Леммингу нужен киллз. Так-то да. Ну, пока перезарядись. Ты ханкер, естественно. Ой, бедолага. Сделаем. Ханкер. Ханкер. Четверо осталось. Подходит. Близко очень подходит. Еще один подходит по центру. Безуверочь причем. Ой, слушайте. Один только баф делает. Остальные все вперед пошли. Раз, два. Мне казалось, что там три. А, третьего не вижу. Он под бафом вот здесь вот стоит. Рокетом можно накрыть. Двух убьем. Соколик. Стреляет на 75. Лео почему-то не видит. Ну, стреляй тогда. Фул кавер. Увы. Здесь можем, в общем-то, кинуть гренку. И убить этим. Или две гренки просто убить. Кто мне важнее? Прокачка лемминга или потенциальный килл снайпером? Лемминг все-таки киллс важнее. Так, стоп. Этот меня обойти может. А, ну тут такая тема, что вряд ли. Тогда тем более лемминга качаем. Я не уверен, что леммингом буду гренку кидать. А, она раненая. Бетончина гренка. Так, четыре. Это трое остается, да? Трое остается. Будем рокет кидать. Или снайпера продолжим качать. Минус в том, что чисто в теории... Не, нормально все. Ханкер. Никто не обойдет. Соколика надо до майора. Подходит. Полуукрытие там, кажется. Еще второй раз подходит сектоид. Бафнутый. Этот подходит. Кажется овер. Соколик видит одного под... Да е-мое, что же за баги такие? 95, но без крита. Где второй там? Может обходить сюда. Может, конечно, обходить. Опасный. Парализатор можно сделать. Не, он не так опасен. Лучше стреляем. Четыре хита. Ну вот сейчас нужно снайперам в идеале его добивать. Теория, он может подойти сюда и стрельнуть. Но на практике... А, давай попробуем. Даже рокет еще есть. Из пистолетики сейчас попробуем. 62. Давай. Можешь. Е, хорош. Осталось двоем. И эту возвращаем сюда. Этого могут брать. Я бы оставил, на самом деле, на овервочах. Тут ханкер. А тут вот овер можно сделать. Вообще можно дымом по-хитрому накрыть. Вас понял. Прям совсем было все хорошо. Двое осталось. Пошел баф. Перезарядочка. Они не идут. Это очень хорошо. Тут я отойду, чтобы... Классно отошел, конечно. Тебе вообще не нужно суваться. Беги просто подальше. Ты в ханкере. Ты в ханкере. Ты... Блин. Назад и в ханкер. А где там анимация-то я не посмотрел. Ой, далеко. Они струсили. Сейчас будем подходить. Скорее всего, даже битым саппортом. Не истелительный йод, в общем-то. Так что он отдыхать будет пару недель всего. Пошел баф. О, нет, бежит. Смотрите-ка. Выгру, еще нет. Щебечет. Так, я его вижу. Опять снайпер. С критом стреляет 95. Полуукрытие. Крит они главный, тогда убьешь. Хорошо. Но повышения до сих пор у Сокола нет. Терпеливо ждем. Так, ну я стою, в принципе, хорошо. То есть, просто сейчас нужно выбрать Ларсона, вот этого вот саппа. И попробовать подсветить сверху. Как-то. Опасно. Как-то. Обойду лучше. Торопимся. Да, вот он, рядышком, в общем. Он не стоит на месте, он двигается, хочу видеть. Так, здесь три пака, это все, это последний. Я предлагаю подходить. Потому что слишком далеко. Не вижу его. Это очень плохо. Там саппорта могу отдать просто. На таких перебежечках. Вообще, хэвиком надо идти. Потому что у нее и армор, и низкий силуэт. Ее сектоит. Вряд ли убьет. О, где-то спалился. Нет. Вообще, мы звук был с той стороны. Короче, минус саппорт. Сам ни хрена не увидел. Красавчик. Да-да, я зря туда полез. Блин, где он? Он стрелял... Вот отсюда, вот там. И за углом стоит. Как же это опасно. Роджер. Хрисер погадать. У меня есть ракета еще. И куда стрелять-то вообще? Ты же не знаешь, куда стрелять. Вот он выходит. Фулл кавер. Хэвику. Ой, не дай бог. Нормально. Есть шедерд рокет на самом деле. Был шедерд рокет. Но киллсы нужны снайперу. Я серьезно. Линии нет. Это же это забей. Давай сюда тогда. Лейминга можно обходить. Ханкер. Я могу его рокетером сейчас убить, но у меня звания нет. Это значит, что я шестого состав не возьму. Будем провоцировать его на выстрел или на овер. Да, он стреляет. Хорошо. Значит, снайпер будет стрелять сейчас уже. Даем ПРСТ. 75 с критом. А гренки у хэвика нет? Нет. Ладно, давай. 75 плюс 55. Хорош. Сокулик, повышение! Я повышение получил. Все, теперь я майор, кажется. Или капитан. Не помню, короче. Ну, в общем, хватит этого уже. Ох. Не зря, не зря. Не зря. Остался этот аутсайдер, но тут, во-первых, сверху можно встать. Хорошо. И у меня шеддер-трокет есть. Поэтому, скорее всего, соколик просто бежит наверх. Мимо трупов, мимо всего остального. Хэвик вперед пойдет. Гибсон, скорее всего. Тоже наверх. А Леминг будет помогать хэвиком. Но киллсы ему не нужны. Надо сейчас снайпера по возможности килл сдать. Снести можно шеддер-трокет и снайпером сверху добить. Почему сверху? Как раз наоборот. Ты должен бежать вместе с хэвиком. А этот снайпер лучше на страховку будет. Где там тарелка? Она там вся пробита. Но карта очень неприятная. И это еще простые паки были. Мы будем идти. Давайте проверим с пули. Я тут не сп... Ну, вряд ли с пули. Просто хочу увидеть, что я вижу. Ага. А сверху? Тоже вроде не должен. Окей. Подводим хэви. Подводим снайпера. Снайпер должен из пистолета с критом добить его. После шеддер-трокет. Если не получится, то будет двойная страховка в виде леминга и снайпера сверху. Снайпера, причем, этого нужно, наверное, подвести как-то... Наверное, вот к этому углу. Чтоб он и с одной стороны не спулил. И чтобы он, причем, больше видел внутри тарелки. А, тут слева. Тем более. Это раз. Это два. В общем, надо леминга закупить будет. Так, все, снайп встает на позицию. Надеюсь, не спулю никого. Не спулю. Это очень хорошо. Ох, так это же среднее НЛО, а не маленькое. Ё-моё. Надо же там еще вперед надо идти. Так, давай-ка по углу. Он бывает, кстати, в этой комнате. Он может быть и в командном. Может быть и в этой комнате с источником энергии. Сначала идет леминг. Никого, хорошо. Подходим по следам. Пистолет надо заменить. Сокол пока стреляет. Через некоторое время крыша ему уже начнет мешать. И придется его спускать. Но один ход я еще подойду. Да, там двери закрыты. То есть звук был сюда-сюда. Получается, он в своем традиционном месте, да? Стоп, а где вход-то внутрь? А, вот он здесь, в традиционном месте. Я понял. То есть мы спокойно пробегаем до дверей. Очень похоже на это. Это МЛЛО на многоэтажку упало, судя по карте. Типа пролетело, часть этажей снесло. Там рядышком тоже что-то задело, как вы видите. И улеглось на соседнее здание. Фу, реализм. У нас одна потеря на этой миссии. Есть еще ранение, но ранение, которое у Леминга и не приведет к долгим там каким-то страданиям. Там внутри точно никаких дырок нет? Да нет, она целехонькая в общем. Так, подходим тогда. Всем добрый вечер. У нас черт знает какая попытка. Одиннадцатая часть трансляции. XCOM. Enemy Within. Impossible Iron Man. С 21 галкой. За любую тебя оплошность просто игра берет и унижает. Конечно, я часто ошибаюсь. Все еще, но... Цена ошибки все равно слишком дорогая получается. То есть, как только мы откроем вот эту дверь, попадем в зал и, скорее всего, его спулем. Потому что шум был от угла и вот туда. Они похожи, кстати, что он там. Ну, вот здесь вот может быть, в самом углу. А, нет, смотрите, где он. Вот так вот. Он в другом месте. Подвожу хэвиком. К двери близко не подходим, потому что может открыться, если ты вдоль пробежишься. А киллс-то киллснайпер. Киллснайпер, да, конечно. Киллснайпер, да, конечно же. Открываем. С Богом. Нифига себе. Прям перед носом. И идет еще вперед. Так, Хелик пока отдыхает. Соколик два хита снимает. Нет, два хита не надо. Хочу пока ракету кидать. Давай мы с штурмовиком. Он же не снимет столько. Снимет как раз 3-4 хита. Давай попробуем. Попади только. Сейчас снайпером добьем. Только не соколиком, а новеньким. Все хорошо. Повышение не дали, но это... Главное, что сокол теперь у нас в звании. И меткость, и хп, и морали. Главное, соколик, капитан. А тут саппорта дали. Кстати, саппорта потерял, саппорта дали. Хорошо. Точность 107 плюс 4. Всего лишь. Крепкое здоровье чушь. Мастер ближнего боя. Вот эта игра надувная прикалывается, конечно. Представляете? Она ржет просто. Увеличивает. Чем тяжелее броня, тем больше очков здоровья прибавляется. Для снайпера с общим видом. Который он на таком расстоянии. А второй еще круче. Мастер ближнего боя. Со снайперской винтовкой. Если 4 клетки и ближе, то можно ответный огонь по врагу вести. Но получается лучше из пистолета стрелять. Крепкое здоровье получается. Чушь, конечно. Но не повезло. Рядовой хороший. Ларсон как раз гуф. Медали дали. Ох, Элериума 86. И сплавов много. Слушайте, бабла-то много. Так. Элериум точно сплавляем. Нам не нужен. Чаще Леменгом закупим. 260 сплавов. Вот это я... Очень много бабла. Так. Энергостанцию делаю сразу же. Электростанцию. Далее медали пока не забыл. Защитник. Никогда не паникует. Но мы саппорту надо давать. Медаль за городские бои. Выдаем. Тоже саппорту. Идем в школу офицеров. Размер отряда до 6 человек. И скорее всего железную волю куплю. Теперь мораль будет расти значительно серьезнее. Ну что, середина месяца. Будет еще одна миссия по... Так, Леменги же нужны. Че-то я туплю. У меня же нет вообще нормальных людей. Просто 4 человека. Срочно Леменгов закупать. Поврежденные компьютеры. Блоки. Исследовать я не успею. Все равно. Сейчас человек 12 куплю. Возьму двух топичей абсолютных. Дорога. Не жопся. Все. Три дня главные продержаться ищем. Террор. Не будет Леменгов на терроре. Вашингтон лейдист. Тактику изменили. Террор. Акции устрашения. Лиц. У нас где-то в Европе. На Великобритании. Не знаю. Где-то там. Всем террор, пацаны. Что у нас там по статусу? Великобритания. Уже ливнула Германия. Россия. Очень бесполезный. Весьма бесполезный террор. Так что я думаю, надо просто ее отдавать. Ну в том плане, что не спасать мирных и скачаться на зомбарях. Спасти одного. Плюнуть на эту страну. Ну потому что снижать во Франции мне не нужно. А на то, что в Великобритании там плюс-минус один или два, мне пофиг. Лиц это графство. Ясно, спасибо. У меня проблема, ребят. Проблема с тем, что есть лимминги. Фиговые. 45-65. 45-65. Только 1-65. Может стоит только одного взять. Что остальные. Это трешачок. И он только будет забирать. Не, ну, на разведку-то лиммингов возьмем любого. Давай 45-65. 45-65. 45-65. И возьмем какого-нибудь абсолютно никчемного. 55-55. Но смелого. Да, и она как раз афроамериканка. Отлично. Францию бы снизить за счет террора. То важно, если новая миссия на выбор предложит Францию. Францию там будет 4 паники, она не выйдет. У нее Обама, что ли, ее зовут? Там, кажется, Бама Е. Называли. Или оба, что-то такое. Так, ну подождите. Если я даже из кожи вон буду лезть. И пожертвую экспой пацанов. И освобожу там 50 плюс процентов. То в Великобритании снизится на сколько паника? Подскажите, пожалуйста. Уже было это в прошлой трансляции. Одного спасем ничего не поменяется, кажется. Ну, главное выиграть просто. А там, кажется, на 3. Если на 3, то все ок. То я буду пытаться больше половины спасти. А, спасешь одного, паника будет минус 2. What? Если спасешь 12 плюс, то в Англии и Франции по одной панике будет. Мы посмотрим, что это за контакт. Только я сомневаюсь, что вы имеете хоть какое-то отношение к НЛО. Скан кидай. Англия минус 3, Франция... Ага. Ясно. То есть половину все-таки, да? Ну хорошо, у нас... Что у нас? У нас есть только хороший снайпер. Хороший хэвик. Второй снайпер не очень. Саппорт новенький. И 2 лемминга. Фигово. У Гипсона Гренко. Но здесь нужен сколп уже. Потому что мы подпускать никого не будем. Там будет 2 пакалитунов, пакарисолидов и много-много зомбарей. Поэтому лучше взять сколп. Которого нет. И настреливать им просто. Вместе все равно сложный, конечно. То есть тут... Может... Прилететь. 81. Плюс 6 точности мы, кстати, дали. Я не обратил внимания. 34, 81. 34, 81. Соколика тоже, наверное, да? Да, тоже. 78, 107. 78 на пятерочку. 107 на четверочку всего лишь. Так, Гипсона с снайпером мы красим тоже в белый. Пятый цвет. Надеваем традиционную снайперскую шляпу. Нужен ли мне дым здесь? Ну, в смысле не дым, а медкомплект. Нет. Гренка ей... Тоже полезнее будет. Хотя нет, лучше сколп тоже. Поверьте, лучше сколп. Когда попрут кресолиды... Разница 82% или зомбарей, или 92% это очень-очень большая разница. Леймингам гренки. Они вперед пойдут. Остальные должны отстреливаться. Да, те же вот тоже нужно дать либо сколп, либо гренку. Тоже сколп, что ли? Ну да, тоже сколп. 7 сколп. Закупил. 4 сколпа. Потому что гренки он достреливать не будет. Но у него пушка хорошая, и точность 82. Тоже оснащение. Все, все с прицелами. Лейминга с гранатами. Саппорт розовенький. 44-82, кстати. 44-82, фигня. Розовенький. Все, обычных зеленых отдаем, да? Сколп, это как прицел. Ну, просто на английском так. Цель тут по-русски. Не те лейминги говорят. Да-да-да. Поставил тех леймингов. Ну что, с богом. Три пака, три пака. Есть кем пулить, есть кем убивать. От карты многое зависит. Поехали. Ой. Хорошая для снайперов карта. Ну, я на ней, кажется, тоже очень давно не играл. Очень давно. Я помню, как тут кибердиск падал. Снайперская позиция вот здесь хорошая. И они будут далеко-далеко-далеко. Главная задача защитить гражданских. Да, тут спокойно все расстреливается. Главное, вначале не тормозить. Соколика я точно ставлю сюда. Тут, я помню, меня мутону унижали. И кибердиск заспаунился, стелепортировался прямо в спину. Было очень круто. Так, гибсон подходит. Да, карта хорошая для, опять же, хэвика и снайпа. Великолепные. То есть, они подходят, подходят, подходят. Вот где-то они... Ну, короче, мне, наверное, на фул даже можно подходить сейчас. Леймингом, по крайней мере. Алло. Так, давай вторым не будем прям так жестить. Хэвик подходит. Сап тоже подходит. Нормально. Крисолиды. Летуны. Минус два мерных уже. Летуны сверху бывают. Фулл кавер, поехали. Никого, блин, ё-моё. Они вот здесь вот. Здесь вот и дальше, вон туда вот. Хэвика имеет смысл подвести таким образом, чтобы... Чтобы он Рокки туда закинул. Ладно, давай, давай лейминга сюда. И не пули ведь, а? Чёрт возьми. Давай, хэвика сюда. Он тогда с ракетой сможет... Снайпа сюда. С Богом. Сейчас, скорее всего, вылетит. Вылетит, выбегут. Я уже очень близко. Уолит он и прям по курсу. Что это было? Крисолиды справа. Минус ещё двоем. Надо пулить, пацаны. Надо пулить. Причём аккуратно слева. Вот так вот. Поехали. Не вижу, ё-моё. Хэвик подходит под следующий Рокет. Но я дальше агрить-то уже не буду по этой стороне. А тут переключаюсь на винтовку. Да, они сейчас уже сами придут. Не, не сами, Миш. Ну, хэвик у тебя стоит. Рокет не кинет. Чё ты сейчас полезешь-то? Ну, хотя бы так. Крисолиды выгодят. Милетаны. Мирный умер. Шесть убиты уже. Двенадцать осталось. Капец. Как я медленно... Там труп уже, да? Ой. Побежал. Крисолидов, паачка. Так, двое ушли. Я думал, тут летуны. Капец. И он близко очень. Сокол не видит его. Хэвик видит. Без крита. Сап видит. Хорошо. Этот снайп видит гибсон. 81. Так, давай-ка попробуем... Пострелять сначала с саппортом. Хорошо. Сейчас снайпером добьем. Нам же снайпера нужно качать, правильно? Без крита можно, не надо тратить его. 82, главное, добей. Хорошо. Общий вид нужно снайперу качать. Там еще двое, но на этот ход они не добегают. Хэвик ок стоит. Подбегать ли сюда? Я думаю, не стоит кулить паки до того момента, как... Да. Можно, конечно... Я вряд ли спасу уже 9 и плюс. Сокол только поэтому не мог стрелять нормально. Я думаю, что... Он... Просто... Его в идеале, конечно, вот сюда вот вообще завести. Может, два хода это сделать тогда? Да, давай вот так вот. Раз. Овервотч, овервотч, овервотч. Овервотч, тобой лучше назад. Нет, хотя бы вот так вот. Спасли мирного одного. Сейчас крисолиды попрут. Убили мирного одного. А, нет, это мирный превратился в крисолида. Соколик ведет ответный огонь. Из пистолета попадает на единичку. Это несерьезно, конечно же. Овервотч еще один. Кого? Та Хакаши. Ну, это Лемен, который не умеет ни чем. Женечка стреляет. Тот, Женечка может. Падает на двойку русская рулетка опять. Минимальный дамаг вообще. Из хэви Пушкин. А второй где? Так, ну мы пытаемся снова продолжить качать снайпера. С критом, не с критом? Нет, не с критом. Давай-ка сначала этим. 55 меткости, что-то ты вообще не очень. Тобой не стоит. Ну, можно гренку кинуть, типа бла-бла-бла. А давай. Ну, это под... Киллс под снайпа. Ой, молодец, очень умница. Точно, она же шагает еще. Не рычи. Гибсон добивает. Тоже без крита они тратят. Когда он у нас на левелап-то? Остался третий. Ну, я думаю, что надо встречать на Овервотче снайпером. Он все равно на меня будет бежать. Блин, там сейчас мирных добьют. Там, может быть, стоило... О, крисолит. Соколик ведет ответный огонь. Он не промажет 100% инфа вообще. В принципе, он не может промазать этот удар. Выстрел. Подходи ближе. Двое... А, Маккарти может попасть. Два хита. Сейчас снова снайпера второго качаем до общего вида. Женечка, не делай этого. Черт. Повышение получила, правда. Молодец. He's down. А вот и по клетунов. Это подрокет. Блин, дальний боеготовный с ключом. Все, 8 осталось. Верных я не спас. Так, давай этого с критом. Раз, точным. Раз. Второго снайпером вторым. С общим видом 2. Готово. Здесь для сейва можно, в принципе, сделать еще... Сделать дым. Или подставить лейминга. Давай, перезарядись. Дым. Такой вот. Жалко, снайпер не накрыл. Этим в ханкере посижу. Может быть, ближе подойду даже. Ближе рискованным. Он мирных будет убивать. Может, мне лейминга сдать реально вместо мирных. Уже толку нет. Да, у лейминга не надо было, Аркадец. Я пожалел их. Ладно, иди, Аркадь. Там иурвотч, правда, но... Ханкер даун. Релот. Остался один лейтун. Он сейчас вылетит, скорее всего. А что ему еще делать-то? По мирным только стрелять, разве что. А, по этому ханкереному. Слушайте, а кто это топает-то? Это зомбарь вообще. А вот лейтун. Да, лейтун. Еще минус мирный. Ох, сейчас зомбари пойдут. Лейтун, а видим. Этот зомбаря только видит. Ну что, время для ракеты, Шеддер. И... Того точно убьем. И больше дамага будем наносить по зомбарю. Да, я перестраховался зря. Я понимаю, что... Что хреново. Девять еще, говорит, можно спасти. Уже нельзя. Так, ты видишь двоих. Ты видишь одного. Вот по нему, собственно, и нет. Не стреляй. Соколик, давай право убей для начала. Даже не убить, а, наверное... Ты же не убьешь его, скорее всего. Да, не убьешь. Почему не убьешь? Убьешь. Никаких парализаторов просто стреляет. Там же подранок. Так, здесь постреляем. Да, просто стреляем. Максимальный крит. Доведем количество хп до нужного уровня. И добьем снайпером. Ты попадешь в 37, конечно же. Попало. Молодец. Значит, ты будешь жить. Ну и добиваем новым снайпером. Когда уж у него левелап-то будет. Есть повышение. Общий вид. Настрелял, называется. Еще пак летунов. Слышим мы его. Есть рокет, если что. Мирные умирают. Это дичь, конечно. Я перезаряжаюсь. Уже смирился с мыслью, что все очень плохо. Подведу лемминга. Перезаряжаюсь. Подведу сапом. Может, стоит сейчас снайпером соколика налево поставить? Да, прям по курсу. Хэрик далеко. Очень. Сокол наверх. Главное, чтобы там зомбаря не было. Но его не может, вроде бы быть. Так. Ты пока стой. Да вы все стоите. Забейте на мирных. Слишком я страхуюсь. Но мне команду жалко. А мирных мне жалко. Так, сокол стоит. Хэрик подходит. Мирного спасаем еще одного. Да, террор можно хорошо пройти на харде. У нас поза прошлой террора или прошлый террор прошел с 12 спасенными. Там я действовал вообще очень-очень быстро и очень аркадно. Что-нибудь слышали? Так. Ну что, подходим. Ё-моё. Никого. Звук вроде был отсюда, поэтому скорее здесь, а с пулем. Никого. Вы издеваетесь. Прошлый 12, позапрошлый 15. Прикольно. А этот 2. Ну, не 2, а еще до 5, может быть. Но зато офицеры не получили ранения. Все, кто хотел, получил левелап. Я понял, понял тебя. А это что за звук? Да откуда вы там мирных берете? Один остался мирный. Но он рядом со мной. То есть, в теории, они все должны сами на меня уже. Дальше нет смысла бежать. Все мирные уже погибли. Ай да я. Двигаюсь на позицию. Гали. Я в пути. Я роллинг. И так сойдет. Зато у меня снайпер с общим видом. И Женечка с левелапом. Давайте, выходите уже. Не выходят. Ай, лемминг идет вперед. Никого, блин, не пулит. Да ладно, иди уже вперед. Под полуукрытие с полным ходом. О, что там, два пака, что ли? Не, просто, просто, просто так. Ну, это и соколик, видите, с общим видом. Начинает настреливать. А стоит ли ему настреливать? Или закроем рокетом тогда? Просто. Кого мы закроем рокетом? Никого мы не закроем. Закроем кого-то. Стоп. Было. О. Ладно. Двоих. Машина же взорвется. Снайпер там, че как? Нет, забей. Лучше соколик с критом. Под фулл каверу 79. Элита. Терпимо. Вы терпели, смотрите, 4 за 18. Да плохо. Но панику в этой стране мы снизили. Пацанов подкачали. Но соседние страны не задели вообще. Ох. Ну что, по повышениям. О-а-а-а. Ой, ранение на 8 дней. Гипсон. Капрал. Снайп. 81 было. 89. А-а-а-а. И точность классная. Плюс 8 точности. И общий вид появился. Женечка стала лейтенантом. Скорее всего, тактическое чутье. Это очень классный дефенс, так скажем. Потому что обход с фланга к урону... Ну хотя... А, не обходит с фланга. Слушайте, воля к жизни это хорошая штука получается. Если он в укрытии, она как бы всегда в укрытии. Не обходит с фланга, но это ЧП вообще. Получен урон на 2. Ну или просто типа дефенс. За каждого человека. Не-не-не-не-нет. Вот это лучше. Вообще отлично. Так, ну тут тяж у нас левый. И саппорт. Афроамериканский. На 2 панику Великобритании снизили все. Можно было и лучше. Трой хороший. 4 стороны вышло, одна выходит. Но в этом месяце же будет еще минус 2. Скорее всего. Лемминги должны успеть прийти. Ооо... Это проща? Да. Ну, это мой второй хэвик. Это экспа. У меня есть 2 снайпера с общим видом. Я эту миссию просто... Просто вот... Пролечу. Ох, не пролететь бы. Так, давай-ка выберем топовых леммингов из 12 новых. Поехали. Чушь. 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 70. Ооо, есть 80. 41.80. Там 2.70 кем. 41.80. Опять офшоамериканка. Уже нет. Хреновые лемминги. Ну, возьмем точно 41.80. И возьмем либо 31.70, либо... Да, давай 31.70. А зачем мне 31.70? Берем только топового. У меня же саппорт есть хороший, точно. Все, берем самого топового и все. Так, здесь и скопы хорошо. Но медикит один бы взять. На самом деле. Потому что отравление и, возможно, и шальные какие-то выстрелы мне не нужны. Так. Это молодцы. Это основа вообще на следующую миссию. Женечка тоже отлично отыграет. А вот саппорта я, пожалуй, возьму... медикит. Трайк, кстати, очень хороший. Не хочется сглазить. Сейчас медикит, подождите, куплю. Деньги есть. Готовимся к поезду. Состав отличный. Два снаипа с общим видом. Два хэвика. Высокие звания. Еще бы я панцирную броню успел сделать. К дредноуту, кстати, могу успеть сделать панцирную броню. Мне еще двух ученых дадут. 28 дней. Но дредноут как раз вот в этих числах. 17-го, 19-го, минус 2 дня. Реально могу сделать панцирную броню к дредноуту. Это вообще топич. Трайк хорошие. Главное вовремя удобрить почту. Почту офицерами. Злой-то. Очень злой. Итак. Миссия известная. Все хорошо. Маккарт не берет медикит. Помним, что у нее еще туман есть. Выбираем. А зачем мне этот тяж? Мне не нужен тяж. Давайте двух леммингов все-таки возьмем, ребят. Это что-то... А может даже одного. Нет, одного. Вообще давайте негра опять возьмем. И пусть он на разведку бежит. Топич. Просто топич. Так, тебе цель сделаем. Потому что гранаты там не решают, в принципе. Возьмем лемминга какого-нибудь. Реально вот прям вот невзрачного. А, таранен, да? 55, 55. Сейчас посмотрим. Добавим немножко расизма в нашу трансляцию еще. 57, 60. Нет. 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 Что, негры закончились? Как бы поступить... Отлично. Да. дмитрий михайлов такой шевелю дать бы так давайте обзовем как-нибудь у нас есть во первых снайпер 2 тоже мальчик так точность 40 87 40 вы 40 89 40 89 не обонишь будет подводить давайте в честь все-таки себя нет не надо в честь себя задолбаюсь говорить одно и то же мальчик мальчик снайпер но не сокол кто у нас кто у нас точно стреляет хавк вот кстати хавка можно до хавком метки зоркий кошка так и саппорт у нас розовенькие девочка блин назову ты и сдохнет ну как так но нельзя так карина тоже долго не живет накидывает накидывает артс тоцка давайте арда ар артс или арт или артс тоцка вот так вот хорошо все у нас все есть у нас все есть у нас все есть вопрос кого качать кстати вот очень актуальный вопрос кого качать женщина есть у нее в общем то все можно дальше в принципе снайпер наверное кошка надо сейчас раскачивать ему как раз меткости не хватает один level up нужен давайте снайпера кошка тогда качаем и женечку соколик на подстраховки ну и лемингу kills прекрасно жду от вас так а где этот негр то блин да как так он кажется был из чтобы бразилец или кто-то как сложно то с ними со всеми а вот он эмилио сотон я специально сделал леминга чтобы как бы его не жалко было потому что по такому виду и что вы справитесь понятно что он неадекватен просто ну все скоп 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 сап поехали готовимся к высадке скриптовая миссия проходил уже раза четыре этом ну вот в этой серии трансляции поэтому я и с значительно меньшим о давайте послушаем это же кат-сцена вас за мной прислали прислали я смотрю вы дерзкий я смотрю вы дерзкий ничего не боитесь их убивать не сложнее чем людей их убивать не сложнее чем людей они скоро поймут что я сбежал тому же я прихватил с собой эту штуку она ваша если заберете меня с собой ну последнюю фразу еще не выучил короче я понял да я понял давай в ритме в ритме так мартин сразу крепится рядышком ставим второго тебя сюда тебя сюда тебя сюда овервочем и зим не знаю откуда у босса эта штуковина босс собирался загнать ее подороже его не волнует кто и зачем ее купить внимание что не промахивает снайпер не промахивает соколик хошка артстоцка сота снайпер смотри сейчас так я хочу лемминга прокачать но к сожалению короче сначала нужно артстоцка попробовать стрелять хиты просто снят без карида плохо 90 убить можешь если критонешь давай с этого с пистолем слабенько ты же не промажешь не промажешь давай ты попробую до 40 процентов конечно надо попробую убить скрита не получится скрита убить очень жаль это было снайпером а нет убила скрита умница все хорошо проще некуда доставить оборудование куда сказать помню когда у меня было два снайпера с общим видом была проблема здесь вот с позицией из-за фул он сразу понял оно не что-то попасть в дурные руки проходим хватит ты же можешь подбегать на пол хода чтобы лемминг попал я не хочу даже рисковать так лемминг пойдет пытаться то он уже убил то есть мне больше киллсов туда не заливать киллсы нужны снайперу хошку такие я все помню не скриптовая будет в центре когда два фигмена вот это будет уже ну хотя опять же я подставлю скорее всего афроамериканцы на разведке и подни и под мутоны и под этих двух буду снайперами издалека долбить такой вот план я обо всем позабочусь добро я оборвал немало жизни но сейчас у нас общий враг падайте уже сообщают что в районе замечен противник похоже к вам уже движутся лунатики да 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 ой шесть овервочи снайпер не успели бич а второй не появился потому что я вот сюда вот не зашел в зону следующую подходим соответственно хэрика я наверно уже вниз поведу этого можно подводить потом бутон осторожно девочки и мальчики похоже скоро у вас будут гости надеюсь ну а один в любом случае останется а даже вот так вот кошка давай кошка первым и добивай кошка хорош кошка получает повышение вот это дело я понимаю это отлично так лемминг пулит следующего товарищем где-то он в этом районе должен появиться это самый сложный уровень уровень сложности игры да но карта очень простая если ты знаешь что делать ну как бы не очень простая нет 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 это дамутон она очень простая работаем работаем ребят работаем женщина хошка отсутствует так ну тут опять не снайпер убили так гренка мне в принципе пригодится поэтому не лучше их не травить 99 ты живу убьешь давай 79 плюс крин давай хорош продолжаем качать хошкам релот 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 ханкер сейчас перезарядимся просто так а теперь пора в центр идти в центре у нас как вы помните два фигмена и я двух снайперов отсюда поставлю а нет вот как раз на этом месте два снайпер не очень были потому что один не может ну короче не помню почему можно их вообще далеко поставить там угол под мутоны не будет нужный а что-то здесь мешало кажется это а 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 ну хорошо же здесь стоит ну хорошо стоит Все, леммингом идем Леммингом идем, ориентировочно пулем Жалко, скана нет Вот он лемминг, вот он идет Хэвик все-таки на страховку за ним Это, кстати, ошибка Вот так, слоу Следующим ходом я его пулю Ладно, с богом Да Но это все вопросы сейчас к снайпам Оба уходят направо Обходят с фланга Вижена нет Вижена нет Я предлагаю леммингом сюда Хэвиком свалить Накрытым саппортом, дымом всех Один из самых сложных, в общем, моментов Ну, то есть рискованных, на самом деле Так, саппорт, кажется, криво встал Пошел дым на ценных пацанов На всех, кроме негра, в общем, дымим Два снайпера на овервотче Все на овервотче Вип в ханкере Ну, как бы все, все, как бы Вроде молодцы Справа обходит Не видит Овервотче нет Стрельба Как? Отравление Плохо Которое подходит Да ладно Да как вы видите-то, капец Не попал Ладно, один хит Это терпимо Ну что, шедер зарядим Чтобы гарантированно добивать Да, давай, шедер зарядим И заодно уберем укрытие у того, кто потом появится У Женечки Нормально все Хошка стреляет По одному, кого видит, убивает 99% Два хита, причем, сняла Ровно сколько осталось Ну, тут я тоже стреляю Как бы без вариантов Поэтому я обожаю снайперов Это пацаны, которые Гарантируют Киллс Понимаете, гарантируют Так, надо будет сейчас На следующий ход с Женечкой Подойти Подхиляться Два хита Потерял им А Уже яд спал Ну, стоит лечить Не хочу я Рисковать ее здоровьем Следующим, вы помните, будет Короче, не буду подходить вообще никем Кроме негра Перезарядком Перезарядком Потому что, видите, тут Так и так могут быть проблемы Кстати Помните, что Хошк не атаковал Отсюда по одному Может боком выйти Вообще, их нужно разнести снайпов Одного сюда поставлю Что угол может быть разный И они могут не перекрывать Не перекрывать Так, ну что Негр идет Где он там, пак спулит? Скоро спулит пак Очень скоро спулит пак Где-то вот здесь Вот должен Хэвик все равно подойдет Потому что рокет есть Нужно страховать Но он и так добьет Саппорта аккуратно Повервочем Ханкер Повервочем Вроде должны уже Да А вот И мутон Этот падает за укрытие Но вроде там укрытие Нет, полукрытие есть Так, снайпер видит На овервоч Двое Женщика и Сота Женщика попадает А снайпер-то попадет В общем Ладно Килл, пожалуйста, снайпером 79 Ну продолжаем Хошка качать Хорош А теперь внимательно Главным человеком Который будет привлекать внимание Это будет вот этот негр Он Должен Прям вот Прям вот Лезть Ловить все, что можно И при этом сидеть не в ханкере Я обо всем позабочусь Не вижу я его Хотя в ханкере Я не знаю, он докинет гранату или нет Кажется, он не докинет гранату Поэтому я Нет, ты должен же видеть Сейчас же овервоч попрут Хэвика могут пострелять Учитывая то, что у снайпера есть овервоч Я думаю, надо просто Просто овервочить всеми Давай, давай, скотина Иди сюда, зеленая Не идет Давай, давай, давай Иди сюда Сейчас выйдет Вот он Овервоч пошел первый Сота У него изначально не было шансов Кто-нибудь еще, ребят Давайте Соколик подключается Не промахнется Вопрос, сколько с ними Два хита Ой, блин Мне кажется, справа Хошка ничего не сделает О, нет Овервоч еще один Он два раза ходит Зачем? Он же не сможет ничего сделать сейчас Не стрельнет Не гранату кинуть Хорош Еще-то могут быть овервоч Как будто он был обречен Вообще, шагу не дают ступить Сейчас еще саппорт постреляет, точный Да, вот-вот и она, кажись Арцтоцком Ну, одно дело Скриптовый мутон А другое дело Когда Два пака мутона Потом В середине игры Будут падать на голову Это будет Совсем другая история Так Один снайпер Останется здесь Одного снайпера Я буду потихонечку подводить Осталась формальность На самом деле Осталось еще три человека Двое из них Упадут вместе Один отдельно Правда, я так и не понял Закономерности Кажется, если вот Тут я разок напоролся На двоих Было так неприятно У меня рокет еще есть Подходим раз Рокета надо Всегда ближе держать Ты лучше подойди здесь А то сюда, точнее Мне не нравится Это фулл укрытие Вдруг оно Помешает себе И хейвика получим После этого Денег получим Ученых, инженеров Ух Получим Снайпер как здесь Ну, частично Ты знаешь С одной стороны Будет отстреливать Одного только Не будет отстреливать Нормально Встанем сейчас снайпером Хейвиком понемножку Понемножку Здесь не подходим Чтобы не рисковать Хавку бы еще Килл седать Но у него будет возможность Убей негра Не порти статистику Не, он пригодился Видите Он привлек на себя внимание Вообще Мне показалось Что мутон добежал Сначала до угла Потом увидел негра Ну, негра в розовом костюме С такой шевелюрой С высветленными волосами И после этого Продолжил бежать Просто Потому что Обычно они так не делают Они подходят к углу И начинают что-то делать Стрелять А тут Такого зверя Видимо он еще не встречал Что, поехали? Хэвик на полуукрытие Но ей пофиг У нее Все хорошо Тут овервотч Тут желательно Вообще сюда пробежать Вы знаете Чтобы сразу С фланга этого Товарища мочить Если он там появится Конечно Потому что иногда Он не появляется Энди поддержал Вы знаете За что я любил Старый XCOM За то, что Там своих попадали На линии огня Самый первый гарбл Когда делали на овервотче Да Да-да-да Было такое дело Овервотч 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 Так, а что ты здесь делаешь Что, беги вперед Может, сразу сюда? Нет, сразу сюда С богом Да что с богом? Сейчас двое должно упасть На вас идет подразделение противника Повторяю К вам движется противник Иззади, да? Окей Женечка ведет Ответный огонь Мажет А что, больше никто? Соколик Красавчик Пдыщ Один хит Один хит Так, ну Хошки видит Одного Сто процентным критом Его должен снять И это его как раз Киллс Кто мне еще нужен? Да тут никто Не тот, кто нужен А тот, кто попадет Давай-ка Снайпер 99 Но крит Не крит Ну что, лемминга Наверное Закачаем еще Восьмидесяточком Слава тебе, господи Разобрались с двумя Людьми На овервотче Плюс еще Стопроцентными снайпами И за свой ход За целый Это успех, я считаю Побежали Потихоньку Так, негры вперед Клинол верим Клинол верим Там еще один сверху Пойдет Вот сюда, кажется Поэтому просто подходим Классное имя У негра Негр Серьезно? У меня такое имя? Да, почти Ну что, я побежал Яда вроде нет Поэтому я провожу Випа Они не появляются Ай Беги Беги Не успеет Да, из-за все Сейчас появляется Убиваем Миссия закончена Получаем тяжа Второго Деньги Инженеров Ученых Доступ к поезду О, Мартин Получает повышение Блин, Мартин Это кто? Стоп, 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 стоп А, отлично Это Лемен как раз Это третий его киллз был Все готово Я жив Но с моим прошлым покончено Как скажешь Странно Я не ожидал Такого поворота судьбы Я предал старых друзей Ради войны С общим врагом Вместо сектоида и фигмена Было два фигмена Там в зависимости от того Куда ты идешь Смотрим на левелапы Там у снайпера точно У Леминга точно И посмотрим еще Ё-моё, пять левелапов Соколик Майор 107 было 111 стало Не густо Ого, палач При стрельбе по целям У которых осталось Менее А, меткость увеличивается Это чушь Зачем мне меткость Я и так попадаю На 10 Женечка Ранение На 6 дней Нифига себе Как много И делаем рейндж Опасные зоны РПГ Естественно Далее 5 точностей Кстати Хошк Получил сержанта 89 Ап До 96 Плюс 7 7 же, да? 7 Ой, так и скиллы у него Какие-то вообще Не очень на рандоме Сапресс Да, сапресс Мы тоже никогда Не видели для снайперки Новый стал штурмовиком И это даже Афласа негр Блин Ах ты Сука Давайте револьвером Мы его назовем И выйдем на операции Так как раз Все у него получается Это же К успеху идет парень Дали классную медаль Еще Инжей В общем Это 25 дней Осталось до Я могу Реально И к поезду И к дредноуту Успеть Сделать себе Броню Если так получится То это будет Топич просто Медаль защитника Не паникует Никогда кто А, еще же надо Смотреть Да Никто никогда Не паникует Штурмовику Наверное Стоит дать Это мой Единственный штурмаж А я не уверен Что с ним пойду А где мой сап? А, у него есть Артестатская Давайте посмотрим Сначала На второго тяжа Что у него Сморали Там кажется Фиксированные Но тем не менее Да 7075 Дефолт А тут В трандомные Способности Ракета Что за скиллы Ну тут Палач или Разгрузка Ну как бы Скорее Разгрузка В расчете На дальнейшей Темы Типа Сканеров Гранат И прочей Хрени Что палача С его меткостью Хотя В стаке С голографической Но тут Спринтера Хочется взять Метка Плюс палач А слушайте А голографическая Метка При стрельбе И огненоподавлении Лечит меткой Союзников Те же цели То есть он же Когда сам стреляет Он не увеличивает же Урон Правильно Да Спринтеры Короче да Разгрузка Ракета И спринтер Не буду я стрелять С тем Кем не попадем Медали пошли Никогда не паникует Кто Хошка Никогда не паникует Хошка У него Проблемы С морали Так Почетная медаль Совета К меткости Сили воли За каждую Операцию Без потери Либо К меткости Шансы На крита Если Боец Находится На 7 клеток Ну то есть Это ситуативно Снайперу Сразу же Можно Хошку Взять и дать На поезде Мне не поможет И Не всегда Удастся На 7 Зато 10% В критах Да и Меткости Хорошо Меткости На стороне Надо не забывать Про это Крест боевого Братства Плюс 2 К точности Тоже Хошку Снайпы Не должны Мазать Так Новичок Новичка Брать Не брать Я просто Уже Все Команды Собраны Понимаете И Новичков Толковых Нет 25 А сколько Там По времени У нас Может Закончить Переварить Я думаю Новый Согонер Должен сказать Мы от помощи Не откажемся Следующая миссия У нас Что будет Следующая Как раз Последняя В этом месяце Скорее всего Как раз Так Где Выйдут Максимум Две Страны Но Может Повести На Бразилию Нигерию Японию Если Так То Выйдет Только Одна Страна Что Касается Спутников Модуль Спутников 12 Дней Соответственно Я успеваю Все Успеваю Модуль Спутниковой И Закажу Запустить Я смогу В следующем Месяце Получается 5 спутников Нет 4 спутника Раз 2 2 3 И В стаке 4 Закуплю Я их По максимуму Штук 8 После Того Как мы Возьмем Дредноут И Возьмем Бабло Но До Этого Будут Будут Миссии Будет Еще Поезд Будут Еще Тарелки Сейчас Вопрос Соколик Занг Хош Карцтоцка Надо Этого Штурмаша Наверное Качать Дальше И Только Нет у меня Замены Короче Спутник Делается 10 дней У меня Запас Очень Хороший Я в любом Случае Спутники Должен Заказывать Только После Хотя Я могу Заранее Заказать Кстати До Дредноута Могу Заказать Потому Что Может Не Повести Дредноут Будет После 20 Числа Такое Правда Редко Бывает Обычно Вскоре После Поезда Но Может Не Имеет Смысла Сейчас День Тратить Он же Запускается Не сразу Не сразу Запускается Но Паника Снижается Сразу Да Я не получу Бонуса Желательно Запустить Пораньше Но Панику Я Главное Не гуфнуться В конце Третьего Месяца Вот и Все Спутник Делается 20 дней Не 10 10 дней Он делается Мы проверяли Специально Вы проверьте Сами Лучше Вопрос Следующий Нужен ли Мне Сейчас Лебен Какой-то Я думаю Нет Возьмешь Семидесятку Какой-нибудь 2970 Или Револьвер Например И поехали Тебе Самолеты Для защиты Нужны будут Это уже После Третьего Месяца Надо Будет Все Вкладывать Вот в Это Доп Самолеты И Дальше Я думаю Надо Сосредотачиваться На тех Кто уже Есть Реально А не Покупать Леммингов Копаю Пар Копаю Здесь Но Это Пофиг Сейчас Будет Миссия Должна Быть Миссия Вторая Да Мексика 4 Лжа 6 Ученых ЮАР И Китай И не повезло Мне С паникой Везде Все плохо Лучше Все Конечно Ученые Помогут Значит Мексика ЮАР Китай Смотрим По Ситуации Мексика ЮАР Китай Мексика Выйдет Одна ЮАР Выйдет Одна Китай Выйдет 2 Надо Лететь В Китай Китай Самый Убог Самый Убогий Бонус Но У меня Нет Выбора Я должен Туда Лететь Я могу Забить Но Лучше Одну Страну А нет Я не могу Даже Забить У меня же Одна Уже И так Выходит Да Только Китай Других Опций Нет И если Я проигрываю Я проигрую Кстати И у меня Всего Один Тяж Женька Не успела Выйти Страховки Страховки Немного Итого Выходит Три Что случилось Как три Выходит Гуф Говорят Ну Это Гуф Минус Три Я не понимаю Почему Минус Три Или в красных Еще неделя Поэтому У нас Совсем Мало Времени Осталось Для того Чтобы Довести До победного Не факт Что успеем Но я буду Стараться Спасибо Спасибо за то Что смотрели Спасибо За то Что болели Запись Трансляции Сейчас Поставлю Заливаться На ютуб Завтра к вечеру Она должна Уже Более-менее Обработаться Пока